Мелочи интерфейсов, которые имеют значение. Хочешь выжить в мире дизайна? Учись программировать. Почему я больше не использую несколько мониторов? Погнали. Вообще, мы же у нас место в карьер, но я хочу просто успеть сказать, что вот это вот, если хочешь выжить в мире дизайна, учись программировать, это то же самое, что хочешь мира, готовься к войне. Да. По Черчиллю. И у нас первая тема от Бабича. Ну не от Бабича, тут точнее автор-то ее Бабич, а нам ее предложил А. Михайлев еще к девятнадцатому подкасту, к сто девятнадцатому, представляешь, еще к девятнадцатому нам это предложили. Мы бы отрыли так нормально двухлетней давности темку. Доброй ночи, спасибо за ваш труд, вот вам очередная статейка от Ника The Details That Matter. На самом деле он в 4.47 пишет это. Я не знаю, правда, это 4.47 по моему времени, по его времени, ну как бы вот доброй ночи он нам пожелал. И на самом деле так и есть. А, кстати, мы когда говорим про то, что у нас суровый веб-то? После первой темы или все-таки... Да хрен его знает, надо было, наверное, сказать. В общем, с вами подкаст «Суровый веб» от проекта YouWebDesign. Время 10 минут 12 по Челябинску, как вы уже поняли по нашим томным голосам. 4 апреля 2017 года, и мы все-таки углубимся в Бабича. Смотри, нам теперь не приходится самим искать Бабича, нам же его предлагают. Да, да, несмотря на то, что я эту темку и сам нашел, и тоже захотел, так сказать, ее... Тоже захотел? Увековечить, да. Отлить в граните нашего подкаста эту темку я захотел. Потому что, ну, какая-то темка, какие-то бумажки и компот, понимаешь? И детали, которые имеют значение. Но я просто всегда отдаю должное. Если какая-то темка вместе с моей накладывается, интерферирует, будем говорить, с теми, которую я уже нашел. Я всегда говорю, что вот нам ее предложили. Ты уступаешь, да? Да, да. Я джентльмен. То есть ты добрый? Я джентльмен. Джентльмен. Как Бэри и Овсянка. Ну, так вот. Смотри, здесь ноутбук такой веселенький нас приветствует. Видишь? Вижу. И это, наверное, новый MacBook Pro 2016 с тачбаром, скорее всего. Ну, судя по размеру тачбара. Да, только он... Ну, хотя нет. По размеру трекпада он в новом-то он еще больше. Он прям вообще процентов так 60 ширины занимает. Но я просто только тот ноутбук может такие эмоции приносить владельцу. Посмотрите наш ролик. Да, обязательно. Так вот, Ник нам говорит, что успех любого товара, продукта, услуги зависит от целой комбинации факторов. Да ладно. Но в конце концов, говорит, самое важное это юзер экспириенс. Да ладно. Юзер экспириенс, я напомню, из поза предыдущего выпуска отличается от юзабилити тем, что говорит нам о эмоциях, которые вызывает наш интерфейс у пользователя. То есть юзабилити нам говорит о том, как пользователю будет удобно этот интерфейс использовать, а юзер экспириенс нам поможет вызвать к самым животным, к самым первобытным эмоциям наших пользователей. Ну, в зависимости от интерфейса, конечно, и помочь им пройти по этому интерфейсу. Так вот. Так. Дьявол в деталях. Я вот так бы это вот коротко всю его преамбулу сказал, что никогда, говорит, не представляешь даже, невозможно переоценить вот те детали, на которых нужно заморочиться, и их роль в успехе вашего продукта, услуга. Услуга, а с Люшей. И да. Да. В данном случае он остановится на трех крупных группах. Visual feedback, визуальная обратная связь, опять же. Визуальная обратная связь. Вот, да. Microcopy — это мелкие текстовые подсказочки, которые есть, и white space — это пространство вокруг интерфейсов, элементов вокруг. Так вот, visual feedback. Самое главное — это сразу же цитата. Отсутствие визуальной обратной связи способно смутить пользователя. Ну и в самом деле, сейчас уже в эпоху вот этих микроанимаций, микровзаимодействий, если нам уже кнопочка не мигнет, то мы невольно задумаемся, блин, а я ее точно нажал вообще или нет? И, наверное, это и неплохо, особенно с учетом того, что мы, опять же, там, три подкаста назад обсуждали, что у нас нынче не общество потреблений, а общество впечатлений. И вот мы уже волей-неволей становимся рабами этой, так сказать, этой концепции, рабами того, что общество... Ну-ка. В общем, вот во что превратило нас общество впечатлений. Вот во что мы докатились. Да, я уже даже выговорить это не могу. В общем, не можем мы уже без какого-то визуальной обратной связи, потому что два фактора. Первое — мы понимаем просто о том, что приложение вообще наше действие получило каким-то образом. Потому что тот факт, что просто крутится, так сказать, колесико загрузки страницы или прилодер какой-то, этого недостаточно для того, чтобы понять, вообще что-то произошло или нет. Хотя прилодер, на самом деле, если он появился только после того, как мы нажали, достаточно четкое проявление обратной связи. Ну да. Ну и в конце концов, эта же обратная связь может нам показать не факт того, что приложение получило наше действие, она может нам показать результат. Ну то есть классическое там после оплаты в галочку все превратилось, стопудово уже понятно, что... В тыкву все оплачено. По Золушке. Так вот, мы только серебряную кнопку потом, точнее хрустальную, как там в оригинале было. Ну да. Я-то только уже фанфики читал. Так вот. Там, где они не снимали даже уже ничего. Там, где они даже на бал не ехали. Там все дома оставались нормально, с сестрами, потом мужики еще подъезжали. Нормально. Make buttons and other controls tangible. Tangible — это осязаемый, чтобы ты понимал. Нужно сделать кнопки и все другие элементы интерфейса осязаемыми, чтобы ты понимал, что они нажимаются. В тысячный раз напомню тебе старые квесты, в которых видно те предметы, с которыми можно взаимодействовать по теням и по градиентам, собственно. То есть видно, что они немножечко объемные и какое-то взаимодействие с ними возможно. Между прочим, нам Ник Же на Smashing Magazine, если помнишь, как раз и рассказывал об этом в статье «Используем тени и градиенты для того, чтобы визуально улучшить наши интерфейсы». Вот он здесь продолжает эти все постулаты перекликать между собой. На самом деле, бабич — это уже будет скоро целый раздел дизайна. Ой, да это полный бабич. Или, знаешь, лет через 10 будет фу-да, это прям по бабичу делать. Такой бабич прям, фу-да, знаешь, такой старьё, такой скеоморфизм, такой бабич. Вот, и потому что, на самом деле, большинство идей, которые он пропагандирует, они из статьи в статьи его перетекают, перекликаются. Ты спросишь, где здесь про мобилки, скриншоты с мобилок, понимаешь? Как бы уже не подкопаешься. Не подкопаешься. Он всё-таки, похоже, слушает наши подкасты и знает, что мы каждый раз ищем что-то про мобилки у него, как что-то про хохлов, только вот про мобилки. Про хохлов это вы ищете что-то у нас, уважаемые подписчики, вот вы уже и нашли. Смотри, у них, он даже гифки использует свои старые, вот прошлогодние практически гифки, где летит самолётик из леда в ЛПП. Да, 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 это мы тоже сейчас ещё скажем. До самолётика вы видите, что когда мы чек-лист, уфу, чек-лист, чек-бокс вот этот вот, ну вы поняли. Передвигаем из включенного, включенного. Да, в iOS-нике вот этот триггерок, он окрашивает всю область в соответствующий цвет, то есть мы видим прям... Нет, ну охренеть, ладно, давай так, давай отклонимся от того, что бабич нас, как всегда, считает за даунов. Так. А какие ещё здесь развития событий с этим триггерком могли бы быть, имея в виду анимации? Как ещё он мог передвигаться, вот не так? Нет, передвигаться бог бы с ним, мы могли не заметить там передвижение. И мы, в принципе, непонятно, а влево это включено или влево это выключено. Ну с хренов. Пока он не окрасится, хотя бы как вот на примере непосредственно из iOS-ники, где он в зелёной окрашивается. Ни хрена не ясно, а что, включен это слева или справа. Это как выключатели, которые у нас в российских квартирах. Выключатель, чтобы вы знали, уважаемые подписчики, про корректная работа, когда он вверх нажат, качелька, а снизу выпуклая хрень. Вот это включённый выключатель. Но я регулярно и в учреждениях различных, и в домах у моих родственников, друзей и знакомых наблюдаю неправильно подключенный выключатель кверх ногами. Ну слушай, давай тогда ещё скажем про краны, когда горячая, холодная, холодная, горячая. Да, вот, это вообще меня раздражает ещё. Представляешь бабичек, он спать не может, кушать в такие моменты, когда это видит. В общем, нужно обязательно визуальную какую-то обратную связь показывать у всех элементов интерфейса, чтобы пользователь, которых он считает за даунов, понимал, что что-то произошло. Система также должна показывать своё состояние. Здесь дальше идёт нотификация, вот этот колокольчик и количество уведомлений. Без вот этой обратной связи не понять, что есть уведомления и какое их количество, сам понимаешь. Просто вот никак. Что касается самолётиков, да, это классическая гифка, в которой на первом кадре слово «гиф» есть в конце. Как будто он сам... Как бы поясняя нам дауном. Да, понимаешь, вот даже своих читателей он считает дауном. И, видимо, правильно. Так вот, анимации загрузки — это прям самый чёткий классический пример того, как нужно показывать обратную связь пользователю. То есть мы видим, что самолётик летит, результат будет, как у Яревича в рекламной кампании. Это наш бывший губернатор. «Майкрокопи». Микро все подсказочки, они прям важны. Это в большинстве факторов прям играет значительную роль. Здесь мы на подзаголовочках, Сера, сейчас об этом скажем. Но перед этим я процитирую цитату, простите, цитавтологию. Написать хорошие микро-заметочки в вашем приложении так же важно, как получить работающее приложение. Как сделать так, чтобы приложение непосредственно работало. Офигеть. Да, потому что пользовательский интерфейс от этого становится лёгким и эффективным в использовании. Первое. Нужно показать, что ты человек. Точнее, у тебя есть возможность показать, что ты человек. Эти маленькие приписочки. Вот, например, здесь вот у нас на Елбе мы можем поставить любому ресторану рейтинг из пяти звёзд. И здесь каждый рейтинг, он снабжён микрокомментарием. Типа, одна зада это «Ick, me thinks not». Вторая «Meh, I've experienced better». Третья «А, окей». Четвертая «Yay, I'm a fan». И последняя «Uhu, it's as good as it gets». То есть они нам немножечко в неформальной обстановке рассказывают о наших эмоциях, которые соответствуют рейтингу. И это одна из причин, по которой, я так понимаю, наш подкаст любит. Мы показываем мы, что мы хьюманы. Мы, скорее всего, «Ick, me thinks not». Да, это как раз именно так делают люди, которые дизлайки нам на Ютубе ставят. Ставьте их и дальше, почему бы и нет. Я только доволен. Никита, я уверен, тоже. Я тем более. Вот. И... Но мы зато показываем, что мы настоящие люди. Потому что говно, дерьмо и насрать. Согласен. Следующая здесь «Airbnb». И здесь у них под датой рождения микрокомментарий. «Магический день, когда вас уронили с неба аисты». Угу. Я не знаю, как «Stork» переводится, на самом деле. Просто предположу, что «Аисты». Давай сейчас загуглим. Да, это «Аисты». И нам как бы поясняют дату нашего рождения. Ну, как бы, да. Просто расшифровочка небольшая. Это такое. Как вот в «Вовке» есть игрушки, которые абсолютно никак не влияют на геймплей. В большинстве своем это на 15 секунд переодевает вас в кусок говна. Или что-нибудь такое. Это все называется «Vanity Items». Которые, в принципе, не имеют никакого геймплейного значения, но делают разнообразным твое времяпрепровождение в игре. И типа маленький-маленький такой юзер-экспириенс. Ты такой, блин, прикольно, вау. Например, вот из «Крайнего» просто есть игрушка, которая превращает всех вокруг на 20 секунд в демонов, пылающего легиона, в различных. Это вот в «Легионе», собственно, эта игрушка добавилась. Причем эта игрушка была в пре-ивенте «Легиона». То есть тот, который был, когда вот аддон только выходил в течение трех или четырех недель или месяца. Вот тогда можно было ее достать. Если не успел, то... Возможно, я путаю. Тогда можно было достать, которую жижу кидает в зеленую. Ну, неважно. В общем, они не имеют никакого значения, но они прикольные. Вот эти подписи ровно такие же. Они показывают просто, что игру делали реальные люди. Им свойственно тоже какое-то чувство юмора. И оно может даже в каком-то из случаев совпадать с вашим. Нет, а мне интересно, с какой целью они сделали это на Airbnb. То есть вроде бы серьезный сайт. Вроде бы я уже должен... Я бы не сказал, что он серьезный. У него очень много в брендинге розового цвета. А розовый он никогда на серьезность не настраивает. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я про то, что как бы инфа-то, казалось бы, сухая. Ну да. То есть это же все равно с деньгами связано. А где связано с деньгами, там должен быть определенный уровень серьезности. Но все-таки они вот нас спускают с небес на землю. А возможно, даже еще ниже земли, куда-то к кругам ада. Потому что айс нас скидывает. Сторк. Вот да. Сторк звучит, на самом деле, достаточно грубо. Надо death-сторк сделать грубо. Вот, да. Блин, это круто, реально. Второй пункт, где нужно использовать вот такие вот подписочки правильные. Это нужно делать дружественные и понятные вообще текста в моменты неудач. То есть все ошибки должны быть кристально чисто понятны пользователям. А то он смутится и уйдет вообще. Здесь смешно по поводу Windows 10 C-Tube. Что-то случилось, что-то случилось. То есть закрыть. Как бы вот никаких расшифровок. Слушай, этот стиль используется еще с хрен каких Windows. С хрен каких Windows. Да. Это во-первых. А во-вторых, это же еще... Ну, это, наверное, еще с Delphi когда. Title и описание. Вот они написали. Да, да. Это вот недавно ты, наверное, в паблик выкладывал. Действительно, кто бы, если не ты. Я просто не помню. В паблике это я видел. Нет, что типа с телевидения уведомления и там подпись. Да, да, да. Там шрифт, но там не больше 12 пикселей. Вот, например, на MailChimp, как мы могли догадаться, у них все четенько сделано. Прям подпись. Уже другой пользователь использует юзернейм Ник. Может быть, это ваш Evil Twin от злой близнец. MailChimp, я, кстати, вам напомню. Это сервис для отправки огромного количества мыл. И мейл рассылок, да. А ты знаешь, некоторые сейчас люди записывают свои видео, где рассказывают несколько полезных сайтов. Вот, что делать. Бывают такие люди, да, да. Мне кажется, в нашем подкасте можно просто походя встретить такие полезные. Вот MailChimp, например. Походя тоже можно иногда встретить. Там, по-моему, 3 или 5 тысяч бесплатных имейлов можно разослать. Две. Было раньше. Было две. Может, сейчас больше, может, наоборот, меньше. Это, так сказать, предупредить вопросы, которые возникнут у пользователя. Иными словами, микрокопию, то есть микротекст, который мы напишем, он может ответить сразу на все. Блин, а вдруг тут? Уже вот мы можем ответить пользователю. И, например, вот здесь есть приложение Timely, которое можно подключить к Твиттеру. И сразу снизу подписано, мы обещаем не делать никаких автотвитов, не спамить вашим друзьям и не автофоловить наш Твиттер-аккаунт. Это три самых классических проблемы, которые бесят всех Твиттер-пользователей. Я не знаю, Никита, ты хоть раз вот так подключал к чему-нибудь, что автофоловит аккаунт того, к чему ты подключал? Не знаю, но, возможно, встречалось. Я просто знаю, что такая практика есть. Вот я из ближайшего, но на самом деле это ближайшее тоже уже в трех годах, наверное, давности. Я помню, каким-то сервисом пользовался, который постит, что я за неделю на Last.fm слушал. Типа Weekly.fm или что-то такое. Да, я помню такое, да. Вот когда вот туда в дерьмо это подключаешь, оно изначально фоловит вот этот Weekly.fm аккаунт. Отвратительно, меня это раздражало. Ну, это old school, сейчас так уже не делают. Возможно, это сейчас даже опихай запрещено. Это дурной тон, да, это прям... Ну, потому что даже здесь, в принципе, connect to Twitter, еще старая иконка Twitter, да, свидетельствует. То есть это про новые иконки Twitter мы еще расскажем сегодня. WhiteSpace. Пустое пространство. Под ним можно понимать любые отступы, внутренние и внешние, там, расстояние между строчками и расстояние между даже буковками. Ну, очевидно, что общее восприятие интерфейсов увеличивается, если нету замусоренности, то есть clutter. Здесь классический скриншот из офиса, но это гипертрофированное дерьмо, в котором все панельки добавлены. Ну, как гипертрофированное? Давай будем говорить честными. Вот примерно так. Поседневность, согласен. Так я сегодня на работе и сидел. Да, так Word выглядит. Вообще, я вот на таком Word еще тети в начале 2000-х, возможно, это 97-й, 2003 Word, ну, самый классический, в котором еще муравьи были, обводка муравьи. Да. Классическое бегающее. Вот я на таком годовые отчеты ей помогал в больнице еще делать, когда лежал в этой же больнице. Ну, у тебя, конечно же... Возможно, она специально меня и клала в больнице, чтобы я ей помог с этими отчетами. Не, ну, у тебя, конечно же, не было столько панелек, согласись. Ну, нет, конечно, половина из этих. Ну, нет, я не помню, сколько их было. Я некоторые сейчас смотрю и даже не понимаю, что это. Возможно, тут утрировано добавлено просто что-то... Я вот каждый узнаю, если честно. То есть, возможно, не все вы. Хорошо, давай, третье снизу. Это что? Вот эти чекбоксы, радиобаттоны. Это как будто из Дельфика все-таки. Это не из Варда. Чекбоксы, радиобаттоны... Третье снизу, например. Я тебя понял, я тебя понял. Я не помню, но он выглядит как будто, да, из Дельфина. Ставить ролик, вон, звуковой файл. Этого, по-моему, не было все-таки в Варде. Ну, вот вставить ролик, звуковой файл, такое, может быть. Согласен, гипотетически, может быть. Просто самое нижнее, это вообще из браузера, обратите внимание. Это просто доп-панелька из браузера есть такая в Варде. Что, серьезно? Ну, то есть, как бы, это, в принципе, тут все, вот, этот весь кал. Ну, в общем, вот, напишите в комментариях. Мне просто интересно. Первые, так скажем, четыре я реально узнаю. Просто здесь вот два ворд-арта я наблюдаю, например. Это как-то слишком много для ворд-арта. Там вот под первым ворд-артом опять чекбоксы, текста и вот это все. Опять вот эта схожая панель. Где-то дурят нас здесь, но неважно. Бабич дурит. Кто еще? Твой любимый? Это просто не бабичный скрин, я буду защищать до конца. Он его просто нагуглил в интернете, нагуглил. Да ладно, ну ладно. В общем, да, это как пример замусоренного UI. Это как пример, где нет вообще white space, да? Да, тут как бы весь white space – это пробел, пустое место, там, где скрепочка. Right without interference. И вот все пустое, вот, да, единственный white space. И здесь хорошая цитата, что пользовательское внимание – это самый драгоценный ресурс, его нужно распределять очень с ответственностью. И Medium здесь показан как пример идеального, вот, наоборот, расположения интерфейса, потому как, вот, согласно исследованиям, да, все мы давно это знаем, что не больше семи вещей одновременно человек может запомнить. Поэтому здесь в Medium, если посмотреть, все разбито примерно на группке по семь вещей. То есть верхние менюшки, ну, тут в данный момент восемь, девять даже. Неважно, как бы, workbook marks, не запомнили, хэ на них. А теги, количество тегов тоже тут десять, как бы, ну, не сильно много. Ссылочки типа футерные, но только этот футер справа, понимаешь, да, вот, help, status, blog, careers. То есть все разделено на небольшие группки по интересам, так сказать. И это правильно, это нам позволяет эти группки вычленять отдельно, визуально, воспринимать их как какие-то порции информации, парсить их отдельно, я вот так бы даже сказал. Ты-то парсишь, когда такое смотришь. Отдельно. Да, правильно. Draw attention to the elements. Нужно привлекать внимание к конкретным элементам тоже с помощью white space. Это все варианты использования этого пустого пространства. И здесь, опять же, цитатка. Чем больше пространства вокруг элементов, тем больше мы на них будем сфокусированными. Ну и в самом деле, если мы смотрим на Google, на стартовую страницу, тут практически ничего, кроме поисковой строки, мы здесь не можем наблюдать. И ты-то вот, Никита, знаешь, вот это из 90-х шутка, что... ну не шутка, точнее, штука. Что вот есть Яндекс.ру, а есть Я.ру. Знаю, да. И вот на Я.ру ничего больше, кроме вот этой вот поисковой строки. Не знаю, может... Но понимаешь, Яндекс для этого и существует, чтобы у тебя вокруг было мясо тупое из погоды, из валют. Ну вот дизайн Я.ру, он на самом деле классный. Я вот сейчас зашел и отдельное удовольствие опять получаю. Он даже адаптивный, чтобы ты понимал. Я сейчас попробовал сузить. Ну хотя, что там адаптивность? Там только white space уменьшается. Там ровно то же самое, что у Гугла, просто... Ну, просто у Яндекса. Просто у Яндекса, да. Clarifying relationships – это точное определение отношений. То есть мы можем сгруппировать точки в данном примере. И даже с учетом того, что эти точки реально находятся на чуть-чуть разных местах, из-за того, что они более-менее сгруппированы между собой, то есть пространство все равно меньше, чем между двумя группами, мы их воспринимаем как две группы. И правильно делаем, потому что по факту это две группы и есть. Поэтому по закону близости, а есть такой law of proximity, можете здесь перейти по ссылке на interactiondesign.org, в котором это все расписано. Нужно все-таки в группы объединять. И мне очень нравится примерно NN group, где элементы форм на несколько, так сказать, филд-группов сгруппированы. И это прекрасно. Это помогает нам. Блин, там такая форма большая, да сведос. А ты заполняешь одну часть, идешь, пьешь чай. Заполняешь вторую часть, идешь в туалет. Заполняешь, потом приходишь в третью часть. И у тебя, ты спокойный, у тебя эта форма не вызывает блеводных ощущений, хотя ты все так же на нее час просрал. Но неважно, ты хотя бы, у тебя психологически было некоторое разделение, и это круто. Конклюжн. Напоминаю, статья называется «Детали, которые имеют значение». Обратите внимание, Ник, он в принципе же детальный пацан, я смотрю. Так, пожалуйста. Он здесь забыл у своего конклюжнена сделать стиль заголовка. О! Как бы я ничего, конечно, говорить не буду. Я причем просто даже продемонстрирую для наших подписчиков, зрителей, что в предыдущих статьях он не забывал это делать. Я вот сейчас зашел на какой-то там «Bringing mobile apps to life through motion», и там конклюжнен – это гигантский, мать твою, заголовок. Такое чувство, что он уже на конклюжнене там убирал. Он уже уснул куда-то там. Что-то там он незаметно ноутбук убирал, чтобы никто не заметил, что статью писал. Я не знаю как, но вот не поставил он здесь стиль заголовка. Я не знаю, кстати, он, может быть, в Markdown пишет. И просто там решеточек не добавил. Не знаю, в общем, тупняк. И кроме этого, «The details are not the details, they make the design». Детали – это не детали, они делают дизайн. И после тире перед Чарльзом Имсом тоже нету пробела. Детали же имеют значение. Ник, отдумайся. Так и хотел, возможно. Согласен. Он так подцепить нас хотел. А пацаны-то заметят? Может, это действительно все одно большое. Это все месседжи кьюап-дизайна. Все одно большое. Ну-ка, я сейчас попробую. Ну так, на удачу. В HTML-комментарии. Там сейчас под конклюжнен подписано. А-та-ка-ки. Молодцы. Прозорливые пацаны попались. Ой, каково тут. БР-ками сраными все сделано. Не хотел знать, если честно. Thank you, полный. Я предлагаю... Слушай, ну мы с тобой сразу же сказали наше мнение? Или не сказали? На самом деле не сказали. Детали действительно имеют значение. Дьявол в деталях. Дьявол носит Прады еще. Что мы еще знаем про дьявол? Архидьявол в третьих героях. Но вообще, на эти детали, конечно, время требуется. Я как бы... Я тоже не знаю. Вот Бабич все пишет и пишет. А когда, знаешь, если все его советы применять, то когда делать сайт? Ну, это риторический достаточно вопрос. Надо вот прям в свободное время доделывать. Если ты настоящий крутой программист. Хотя бы не на тех сайтах, которые вот, ну, текущие проекты. Хотя и на них тоже можно было бы. Потому что, вот вы думаете, никто не заметит и не оценит. А вдруг кто-нибудь заметит и оценит. Например, мы. Заметим и оценим, что он конклюзию не сделал за горохом. После тире пробел не поставил. Как бы вот... Да, поэтому... Старайтесь все-таки не идти на сделку с совестью и над деталями работать. Это делает вас не хорошим дизайнером, а отличным дизайнером. Это те два маленьких процента, которые разделяют хорошее и отличное. Возможно, вы просто возноситесь над всеми, над бытностью. Над повседневностью, да. Да. Ну и над бытностью тоже. Дальше нам надо говорить про наш проект, Никита. Как хочешь говорить. А у нас первая... Это была первая тема? Это была первая тема, да. Следующая... Она же на сухую, так сказать, тема на сухую. Да. Следующая тема, точнее, именно наш блок классической информации, классической информации, которую мы не устаем повторять. Я ее периодически в описании называю организационный момент. Вот наш организационный момент. Да. Я вам напомню, что можно оставлять темы, которые вы хотите, чтобы мы посмотрели в следующем подкасте, у нас на сайте в сайтбаре. Сайт youwebdesign.ru Все. Без слэш. Донейт. Пока без слэш. Пока. Без слэш. Хотя вы имеете это в виду. Вот. В сайтбаре справа youwebdesign.ru спокойненько берете и оставляете темы. Еще, чтобы еще более спокойненько все было, вы там же в сайтбаре можете зарегистрироваться. И тогда вы вообще будете просто молниеносно заходить и оставлять темы. Желательно очень интересные. Желательно одну интересную, хорошую, большую тему за неделю. Да. Не надо вот этих дайджестов публиковать вот опять тем подряд. Это лишнее. Это из пушки по воробьям. Не... Растекайтесь мысью по древам. Плес. Плес. Это первое, что я вам хотел сказать. Второе, я вам хотел сказать, что у нас, как обычно, Саня призывает всех писать ему в чатике в Телеграме, если вы хотите вдруг общаться в мессенджере с комьюнити вебдизайн. Написать ему просто, типа, чувак, я хочу в чатик в Телеграме. И он вам закинет ссылочку с приглашением. На самом деле, вы только будьте готовы. Возможно, слабонервных и беременных, и женщин не нужно все-таки в этот чатик допускать. А, кстати, ты вот наблюдаешь, как женщины вообще выживают в этом потоке сознания? Ну да, периодически остаются. Некоторые стойки там уже... Забеременели уже? То есть, и беременные, и женщины, получается, им нормально. Да, эти обе две непересекающиеся группы людей бывают у нас в чатике. Но есть мужики, которые сливаются, которые не выдерживают накала страстей. О, то есть... Они... Ну ладно, ладно. Мы не будем никак их судить, правильно? Бог им судья. И даже старички некоторые сливаются от обилия новичков. Вот такое вот, к сожалению. Как конфликт отцов и детей, так конфликт ньюфагов и олдфагов. Вау, базаров. Окей. И еще одно, как обычно, классическая хрень, это то, что у нас можно покупать живые стикеры на ноутбуке. Вообще громкое слово покупать для стикера за 200 рублей. Согласен, плюс доставка. Вот. Спокойно заходите, опять же, в наш паблик. У меня все спокойно, если честно. Все спокойно заходите, оставляйте комментарии, спокойно заходите в чатик, спокойно заходите. Да, в паблике у нас есть витрина товара, сразу под закрепленным постом. Там два стикера, в них заходите спокойно, естественно. Спокойно жмете на кнопочку написать продавцу. Да, связывайтесь. Вопросов остаться не должно. Связывайтесь с нами, мы там узнаем детали и высылаем вам стикерочки. А вы нам баблочки. Все. yourdesign.ru slash donate. Давай, погнали. Следующая тема в дизайне у нас Best design advice no one ever gave me от Alexander Alex TAC. Какой-то розовый Muzli сайт. И этот Muzli... Medium.muz.li Я про него вот недавно читал статью, вот опять же в этом подкасте будет. То есть это какая-то известная хрень. Что, прости? Именно с этого сайта или про этот сайт? То есть там именно чувак ставит в один ряд со сайтами Medium сайты Muzli, типа Muzli. То есть это Muzli, Muzli. Я не знаю. Пошел ты. Мы сейчас дальше это посмотрим. Ты мне подскажешь. Ну, слушай. Здесь есть вообще какой-то Get Muzli for Chrome. Если уже углубляться в эти Muzli. Я как бы... Я не уверен, что нам стоит углубляться в Muzli. Ну, давай. Допустим. И тут в натуре какое-то походу дело расширение на Chrome. Это какой-то комьюнити. Хренька. Дизайн-inspiration. All the design-inspiration you need. Motherfucker. It's like crack for designers. Crack. And good for you too. You too это группа, я знаю. Yep, yep. Gay group. Music, gay group. Ладно. Окей, давай. Шон Д'Аурия, Д'Ория. Как Д'Артаньян? Представьте себе, только Шон Д'Аурия. То есть все остальные тоже эти. Native New Yorker дизайнинг в Калифорнии. Native. В общем, Шон нам говорит о том, что вот я, говорит, давно уже дизайнер. Никто мне так и не дал важный совет. Вы, говорит, это. Когда говорят, что нужно, количество перерастает в качество. Так. Вообще нужно больше количества по сравнению с качеством. Это, говорит, неправильно. В дизайне так нельзя. А мы-то это не знали. Ну, слушай, бывают люди, которые пытаются работать на количество, которое, типа, должно перерасти в качество, но нам Шон попробует это все, так сказать, развенчать. Ну, давай. Он как Шон Коннери. Да. Вообще, говорит, ampersand в названии он не случайен. Количество должно быть равновесным с качеством. Охренеть можно. Равнобедренным и равносторонним еще. Биссектриса это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Нихрена себе. Я даже думал, как ее от медианы-то отличать. А теперь знаю. Так вот, вы, говорит, две вещи, которые вообще для проекта важны, для того, чтобы проект двигался и жил. Так. Можно всего лишь два предложить каких-то примера для ваших клиентов. То, что они изначально просили, а он сразу нам на реальном примере хочет это показать, чтобы у нас не осталось никаких сомнений. И второе, то, что вы им предлагаете. Не надо вот сразу 15 вариантов предлагать, потому что из 15 вариантов им будет сложнее выбрать, чем из двух. Сказал вам клиент сделать розовый, вы сделаете розовый. Как на музле. Да. Ух ты, блин. А потом берете и делаете зеленый, как вы считаете нужным. Но важно не просто показать, как вы это делаете, а дальше мы узнаем, что важно. Presentation is everything. Сразу вспоминается фраза из GTA 2. And remember, respect is everything. В самом начале игры. What presentation is everything на самом деле в GTA 2 нам наврали. Да, неправильно. Знаешь, наоборот. Как раз-таки респект, он появится у тебя из-за того, что у тебя презентation хороший. То есть причинно-следственные связи в GTA были хорошо поставлены. Как вокал. Конечно. И как кал. You could have the world's best design, but if you don't know how to explain the problem being addressed and the reason for your design decisions, the design will never get approved. Идем дальше. Все. Я считаю, тему мы раскрыли. А. Да. В общем, у вас, говорит, может быть самый хороший дизайн, но если вы не знаете, не можете объяснить проблему, которую вы здесь решили и почему вы ее решили именно так, его никогда не подтвердят. Ты имеешь в виду именно с заказчиком непосредственно? Я имею в виду, что здесь вот начало такое же. У вас может быть самый хороший дизайн, но какой в этом смысл, если ваш заказчик плачет? Понимаешь, вот тут то же самое. Первое. Нужно сделать ресерч. Нужно все скриншоты собрать, как вы до этого дошли. Вот до вот того говна, который вы в пункте 2 ему предлагаете, что вы наработали. Простейший пример сразу, сразу. Амеба, простейший. Инфузория туфелька. Почти, Артемий Лебедев. Он всегда у себя на своей хрени выкладывает кучу того, как он раньше хотел, делал, рассматривал, какая была проблема, на всех листочках зафиксировал, сфоткал и потом выложил. И причем от этого кажется, что работы проделано больше. Естественно, это пыль в глаза сильно пускает. И причем не столько пыль, сколько это является социал пруфом того, что ты что-то делал. Да. Что ты, твою мать, не с башки это взял, мне не с хрена. То есть, это даже не то, что ты нарочито суешь, что я вот пыхтел, потел. А это, твоя мать, показывает, что ну просто хотя бы была проделана какая-то работа. Большинству заказчиков же важно, чтобы ты, не то, что вот ты просто взял с потолка. Они не верят в то, что у тебя может быть такой опыт, что ты один раз взглянул, блин, вот для вашего бренда нужен фиолетовый цвет с зелеными точечками. Не поверят тебе никогда, что так и нужно. Несмотря на то, что ты до этого дошел путем 15 скриншотов подряд. И я хотел что-то очень крутое сказать, но ты меня сбил про Лебедя. Со своим Лебедем? Нет, я про него, возможно, хотел, но мы уже куда-то далеко уплыли. Ну ладно, давай, может быть, дальше нам раскроется это впоследствии. Да нет, как показывает практика, уже ничего не раскрывается. Я предлагаю сворачивать подкаст. Я споткнулся и дальше. А важно не сколько раз ты упал, а сколько раз ты поднялся. Поднимаюсь. Второе, нужно пройти за ручку с вашим заказчиком, ну или со зрителями вашими, чтобы они прям с тобой вместе боль прочувствовали. Ты прям показываешь пять первых скетчей, логотипа, и говоришь, чего не хватает? Они тебе говорят, нормального логотипа не хватает. Ты такой, оп, поэтому шестой появился скетч, и все, и сразу оп, а ручки-то вот они. Следующий пункт, никогда нельзя быть удовлетворенным. Нужно всегда учиться и лечиться, хотел сказать. Всегда учиться, или это мне надо, лечиться всегда. А учиться нужно всегда дизайнерам, потому как если только вы становитесь довольным своей работой, значит, вы сгнили уже как дизайнер. Ну это логично для любых творческих профессий. Согласен, почему ты мне кавычки показал пальцами, которые не увидит никто из подписчиков. Не, не то, что я хочу сказать, что дизайнер это не творческая профессия, это очень творческая профессия, вообще любая профессия творческая. Но имеется в виду, что здесь не столько творчества, сколько какие-то законы плюс творчество, так скажем. Вот я бы так это назвал. Закон и порядок, я понял тебя. Он здесь рассказывает о том, что он-то в принципе эволюционировал как покемон. Он сначала просто писал HTML, CSS и немножечко JS. Обосраться. Я, говорит, типа стал девелопером. А оно, причем... С большой буквы? С большой буквы D. Да, именно с нее. На второй работе я, говорит, уже рисовал иллюстрации, добавлял анимации к своим дизайнам. На нынешней работе я презентую, делаю питчи, показываю прототипы и демонстрирую свои дизайны. Не знаю, эволюция это или деградация все-таки, но вот определенное, так сказать, развитие есть. Со знаком плюс или минус уже решать вам. И вот он говорит о том, что я никогда не ставлю точку в своей карьере. Я всегда ищу. Я всегда, у меня есть ощущение, что у меня есть больше пространства для роста и для обучения. Но в следующем пункте он противоречит сам себе. Вы, говорит, держитесь подальше от трендов. То есть вы как бы учитесь, но вот на тренды поаккуратней, потому как вот менять дизайн каждый раз под новые тренды, это как менять гардероб. Лучше носить платье, потому что это классика и всегда можно носить. Это он говорит? Это прям dress in classics and you can wear your clothes forever. Ни хрена. Понимаешь, здесь, конечно, он дресс не как платье, а как одеваться, имеется в виду. Просто одевайтесь в классику, то есть в костюмчики. Несмотря на то, что костюмы тоже, на самом деле, по-разному, так сказать, в моду входят. Ну, я так понимаю, это хотя бы не каждый год меняется. Костюм, он и есть костюм, мать твою. Путин всегда в одном костюме ходит примерно и медведичик. Но мы не будем об этом. Потому что это компот какой-то получится. Мы сейчас начнем продолжать про это говорить. Зачем нам эти проблемы? В общем, дисклеймер. Я, говорит, понимаю, что дрибл, в принципе, был создан для того, чтобы креативные люди обменивались какими-то идеями. Но сейчас, говорит, я понимаю, что большинство работы это просто фофан, никогда не будет использоваться в реальном мире, но вообще, говорит, непрактично это все. И по дриблу ориентироваться это дурной тон. Это прям ужас-ужас. Поэтому, вы, говорит, на тренды не обращайте внимания. А моя, говорит, статья подходит к концу, и вот здесь ТЛДР для тех, кто не читал. Во-первых, говорит, если вы доскролили только досюда без чтения, shame on you. Мы не такие, поэтому дальше читаем. Первое. Количество не должно превышать качество. Должно быть баланс, симбиоз, как у людей и медихлорианов. Нихрена. Да, нужно быть все-таки хорошим дизайнером. В большинстве... Все. Всегда будьте уверены, что проблемы, которые вы решаете, и причины, по которым вы эти проблемы решаете именно так, понятны вашему заказчику, понятны тем, кому вы представляете свой проект, только тогда он будет двигаться. Третье. Всегда пользуйтесь любой возможностью учить новые какие-то умения и навыки. Но только не в плане прокрастинации, посмотрю, короче, курс там по ангуляру, а все-таки использовать в реальной жизни, потому что в противном случае это вот... Это как мелкий анонизм, только здесь он крупный в случае с ангуляром. Прям вот по крупному. По полной. Да. И всегда, конечно, есть место паре тройки трендовых дизайнов и словам по поводу этих трендов. Но вообще это не самое лучшее решение в большинстве проблем. Иногда лучше работают какие-то буллетпруфные решения. Я, кстати, за лайки вот статью, вот у меня сердечко здесь горит, как вы видите, на музле. А нам, Никита, необходимо свое мнение высказать. Ну слушай, ну слушай, ну слушай, ну слушай. Чувак дело говорит, во-первых. Так, согласен с тобой. Дальше. Я даже не знаю, что здесь добавить, помотешься. Какой из четырех пунктов тебе нравится больше всего? Давай так, я попробую тебя интервьюировать. А, отлично, отлично. Мне понравился где-то в начале. Мне понравился вот первый пункт. То, что вот презентация это вот все. Ты же можешь вообще по полной презентовать себя, что ты вообще крутой. Это второй пункт. А, ну вот второй, значит, второй, да. Потому что первый, это про количество и качество, что не надо распыляться и делать... Ну это слишком, я не буду это... Слишком обсчет. Это прям, это даже не пункт. Избит. Да, это прям вот для тебя это даже не пункт. Это нулевой такой, препункт. Да, вот мне понравился второй. Здесь он хотя бы классно его преподал. Презентовал мне его. Согласен с тобой. Давай попробуем про тренды порассуждать. Вот мебель есть, например. Тоже же какие-то тренды меняются, что-то происходит. Ну, допустим. Я не знаю, как ты меня сейчас выведешь из этого тупика дубов, в который я зашел. Как тебе обратно отскочить? Вот вы в мебельный отдел зашли и хоп, столы уже. Нет, ну это опять же надо смотреть на то, как у тебя все остальное выглядит. А если у тебя все остальное хойтек, то тогда хой-хой полный. Тогда надо ониксовое стекло. Все, и тогда, конечно, дубуха не подойдет. Но все равно согласись, просто деревянный стол, он везде будет смотреться. Как деревянный стол. Да. Если не нейтрально, точнее, если не хорошо, то хотя бы нейтрально. То есть, ну вот ДСП, ну был тренд, легкая мебель, удобная, ну говно ведь. То есть, ну побойтесь бога, люди, коллеги. Ладно. Неожиданно. Надо соскакивать с этой мебельной темой, я прям уже себя термитом каким-то чувствую. Так, ну давай термит продолжаем. Да, я сейчас позакрываю. У нас это называется будет преступлением. В слайке у нас. Да, здесь фронтендер нам прокомментировал. Бесконечное количество тем он нам опять оставил. Мы продолжим его призывать. Не надо. Ты вот, количество над качеством не должно преобладать, фронтендер. Это для тебя вся предыдущая статья. Мы вот так все подстроили, чтобы вот ты сразу после нее, и мы прям вот тебе это сказали. Тем не менее, Саня, ты, наверное, темы три или четыре его взял. Я понимаю, ну а что, ну парочку из них я и так бы взял. То, что он их предложил, это лишь коинсидент, совпадение. Но дело-то даже не в этом, дело просто в том, что он же сам, для него вот весь интернет, это вот все какое-то вот такое, общее, непонятно. Ты уже знаешь, какой он интернет? Я, да. Что он, какой он? Мне тут же его IP показали, я его пробил, все знают, когда комментарии-то оставляют, я все понимаю. Смотри, он иногда много пишет в пре-комментарии вот в этом, а иногда нихрена не пишет. Да, когда он нихрена не пишет, мы еще поговорим об этом в следующий раз. Мы даже и не будем это рассматривать, почему нихрена не пишет. Нет, где one, two, three, four. там-то будет. Вот там, там он почти ничего. Ладно, от гуру дизайна и просто хорошего чебурека Джохона Маеды. Он нам здесь показывает его в Вики, для того, чтобы мы прям поверили, что-то крутой человек. Это действительно крутой, ты посмотрел? Ну, американский дизайнер японского происхождения, специалист в области компьютерных технологий, писатель. Профессор дизайна MIT, чтоб ты понимал. Автор более десятка книг, одна из них бестселлер «Законы простоты». Или простоты, как правильно. Издана на русском языке в 2008 году. На самом деле, на самом деле, то, что есть статья на русской, Вики, про дизайнера, говорит о том, что-то там. Да, такие он действительно неплохой дизайнер. И свои там, сколько ему, 50? Давай посчитаем сейчас. 51. А он уже профессор. Ну, вроде как, я так понимаю, что статья-то, ну... Статья средняя, мягко скажем. Хочешь выжить в мире дизайна, вы простите, не знаете, начни кодить. Но пишет не он, да? Это о нем, или что? Он-он. Возможно, там не прямая речь, там как бы просто его постулаты, так сказать, уже журналистами подбиты в какую-то статью. Ясно, давай. Я просто дальше фронтендера зачитаю. В статейке есть очень глубокие и важные мысли, на мой взгляд. Он еще к тому же изобрел очередную ту его тысячную профессию, в скобках, кто в теме, тот поймет, computational designer. Видимо, в теме того, что мы тоже в подкасте часто обсуждали, что сейчас уже только ленивый свою профессию, так сказать, не создает и не называет ее там какой-нибудь пупковый дизайновый инженер фотошопного experience иллюстратора. Пупковый именно? Ну вот я просто сейчас увидел свой пупок голый, а я без футболки сейчас записываю этот подкаст. Я еще хоть и не мой увидел пупок голый, это было бы уже все. Да. Думаю, господа, астронавты жирным выделены. Жирные, видимо, астронавты. Ну да, как ты, как твой пупок. Будет преступление, если вы не обсудите ее в рубрике дизайн. Блин, и к сожалению, я не хочу в 26 лет совершать преступление. Да, уже пора бы завязывать с преступлениями. Как бы все уже, давай придется рассмотреть, так бы не взяли. Он даже ссылку на статью оформил, прям жми, не стесняйся. На какую статью? Которую я могу получить, если я не рассмотрю тему его? Да. Джон Маеда. Если хочешь выжить в дизайне, лучше научись Коди. Здесь, конечно, он уже хуже выглядит, чем на Вике. Началось. Но я не могу, пришлось констатировать факт. Констатировать. Да, в общем, Силиконовая долина, то есть Кремниевая, наконец-то поняла, что роль дизайнера, она одна из важнейших в проекте. Так. Я больше, чем уверен, что они уже давно это поняли. На примере Apple можно это сказать. Ну, имеется в виду, что... Видимо, массовый, массовый силиконовый долинер. Долинер. Не, ну, понимаешь, вот смотри, маленькие проекты в Силиконовой долине, да, условно, маленькие. Маленькие проекты в Силиконовой долине это Oxymarone. Там, мне кажется, все проекты сразу крупными становятся. Ну, хорошо, несколько стартапов различных, где чуваки пишут код. Вот они насрали на дизайн. Поначалу-то, согласись? Ну, слушай, они все равно, так или иначе, потом хоп, у них какой-нибудь хипстерский сайтик и какие-нибудь, ну, ну, это, видимо, уже сейчас. Это уже потому, что Сан-Франциско прям в прямой близости. Ну, окей. Так. Интимный. И приходится так или иначе немножечко доподдизайнивать. Ну, и что Маеда предлагает? Он говорит, что роль дизайнера в техноиндустрии, именно в техно. Ого! А IT-индустрия меняется, что проекты сейчас, товары все выглядят так красиво, как никогда. Все интерфейсы интуитивные. И из-за того, что все и так уже прекрасно, улучшить это дальше требует прям невероятно компетентных кадров и квалифицированных дизайнеров. Отлично. Поэтому нужно теперь дизайнеров, которые понимают, как это будет кодиться впоследствии. В этом, собственно, их компетентности будет заключаться, что они не будут дизайнить около возможную чушь, чепуху. Потому что вот задизайнил ты одно, а это крайне сложно реализовать, и реализация этого будет стоить временно и по усилиям так дорого, что лучше бы ты так и не дизайнер. Поэтому вот... Опять же, это как бы, по-моему, все знают. Вот, а он предпочитает думать, что для Кремниевой долины это только теперь актуально, хотя вот, ну, действительно, это вызывает некоторые сомнения. Нет, говорит, сейчас pure engineers или pure designers. Их гибридный статус увеличивает привлекательность таких кадров для технологических компаний. Все же пытаются сэкономить всегда. Поэтому нужны люди, которые могут идентифицировать проблему, identify problem и построить необходимое решение для того, чтобы, ну, задизайнить в данном случае. And build solution. Так. Если, говорит, можешь двое, то можешь сделать те вещи, которые не может никто. Двое, в смысле, две работы выполнять. Хотя бы на, какой-то из них на уровне вообще не эксперта, а какую-то уже на уровне прям мастера. Сейчас вспоминаю, в Might and Magic и вообще в D&D сериях три уровня владения каким-то навыком эксперт, мастер и грандмастер. Вот он грандмастер, потому что он профессор. Майеда-то? Конечно. А он говорит, что вот, ты как бы можешь быть в программировании экспертом, а в дизайнерстве мастером. А на деле Лев Толстой. Да, на деле уже. Это дело, мы тут как бы, дело время, потехе час. Не знаю, почему мне это сейчас вспомнилось. Майеда для дизайна, это как Уоррен Баффет для финансов. Ни хрена. Да, чувак, который больше... Да он же умер Уоррен Баффет недавно. С хренов. Что, упоролся, что ли? Ну-ка. Ну-ка, давай-ка. Я просто, я предлагаю тогда наш подкаст прерывать опять же. Вроде нет, живой, родился 30 августа, 30, а 86 лет ему, жив. А кто тогда умер-то недавно? Какой-то, слушай... Ну, Евтушенко поэт. Да богатей, да при чем здесь? Такой же богатей, как Уоррен Баффет. Назови мне еще одного. Не готов тебе ответить, не знаю, других таких не бывает. Ну ладно, хорошо, продолжай. В общем, на данный момент Моеда, он в Automatic трудится, в WordPress комовской компании. Неожиданно. Да, да, причем он глава computational design, как раз тот самый дизайнер, который владеет кодингом. Тоже за кастомайзера чувствую, отвечаю. Все, кстати, возможно, я вот даже готов с тобой согласиться по этому поводу заочно, потому что вот попахивает каким-то Моедой в последнее время от WordPress. В общем, не знаю, что тут еще сказать, бла-бла-бла, бла-бла-бла, постоянно меняющийся мир в 2017-м, невероятно успешные дизайнеры, только те, которые могут и с кодом, и со словами, и с голосом работать. Человек комбайн должен быть для того, чтобы стать привлекательным для компании в силиконовой долине. Но, к счастью, сейчас других дизайнеров-то и не бывает. Уже вот не на кого положиться, сами поди себе компилируют ролики из Adobe Experience дизайна, из дизайна. Сами их кодируют потом в MPEG 4 или в AX-265 новенький. В общем, даже, говорит, вот люди, которые Instagram задизайнили, вот должны же они были знать, ну, интересный пример достаточно, что вот между портретным и ландшафтным переключаться неудобно в фотографировании. Они сделали квадратную фоточку, чтобы не важно было как-то сфотографировать, а квадрат всего лишь оставался. Рекфеллер умер. Твою мать, вот этого они, ну, как бы их там дохэ, этих Рекфеллеров, много. Ну, какой-то, ну, в смысле, самый главный, видимо, батька. Ну, блин, бывает что. Видимо, его Кондратьей хватило, а то, что Трамп победил. Он-то в Хиллари вкладывал. Да кому сколько лет, видимо, седьмое сердце уже не выдержало. Ну, кстати, да, это же, по-моему, про него и говорили, что ему там уже детские сердца пересаживали, только чтобы он жил. Но мы не об этом, мы о Майеде. Я прям отрекнулся сейчас от этих мыслей о Рекфеллере, они мне налипли прям как мошки на бампер. Сам прям он налип, я не могу. В общем, тут 50-летний какой-то... Люди подумают, если честно, что мы под веществами это все пишем дерьмо, хотя они уже и думали. Потому что мы каждый раз у нас состояние какое-то просто на другом уровне абсолютно подкаст проходит. Почему? Я нормально сейчас? Мы где-то в атмосфере летаем, если честно, я не ощущаю нас на земле. Главное, чтобы не в стратосфере, да уже дышать нечем. Хотя я, честно сказать, не знаю, что где опять. У меня как бы все слова со соносферы сейчас вспоминают. Ионосфера. Мезозой, палеолит, все. В Польше не знаю, ничего, сингулярфилд. Слышь, давай продолжай про Майеда, что-то. Да все, хрен на него. Я не могу, я устал, что-то не он, задолбал. Ладно, классно, давай. Короче говоря, ты как считаешь, должны быть люди комбайны или нет? Согласен, я абсолютно, Майедыч, он просто мужик. Я вот просто, для того, чтобы внести интригу, не соглашусь. Я считаю... Вы мразь же ты. Ладно, давай. Где-то сейчас грустит, один Майедыч в этот момент. Он сидит... Как грустный долг. Какой-то из Челябинска, хрен не соглашусь. Я в смысле, что роль комбайна должна быть не у дизайнера, а у... Менеджера? Да. Человек должен собрать их троих в курилке, в том числе себя, в смысле дизайнера, разработчика, причем начальников этих отделов, передать им свое видение. Они им, слушай, ты друг, ну нельзя здесь, тут квадратные только можно. И он такой, твою мать, тогда иди, дизайнер квадратный. Все. Вот так должно функционировать тех процессов, в силиконовой долине. Ну я согласен, там вот уже более командная работа должна быть. Потому что вот то, что... А если вот не попадется у тебя следующий такой дизайнер, который умеет еще и кодить, и все это понимать? Даже вопрос не в этом. Вопрос в том, что дизайнер и программист, это могут быть два совершенно разных человека. Абсолютно. Вот просто программист, это может быть бородатый дядька старый, а дизайнер, это маленькая девочка, молодая, рыжая, обязательно. В очках. Скорые татуировки, согласен. И понимаешь, они вообще общий язык не найдут. Один будет ее троллить, вторая будет просто стесняться это, они просто вообще не смогут, мискоммуникейшн будет. Полный. И если будет между ними менеджер, грамотный чувак, такой какой-нибудь там, именно вылизанный, такой 30-летний, который просто может тебе продать ручку. Да, у него мозг, как у Маяковского, он может с зэками сидеть одинаково эффективно, с ними, потом он в шизофрении застрелится, и нормально ему. Ему ничего не надо, он сразу... Но зато продукты уже выдаст прям чистейшие. Вот да. Так что Маяду еще, возможно, у нас еще надо поучиться. Мы там в тротосфере уже, в тротосфере. Вот да. Идем дальше, господа. Моя тема из дизайна, а у меня бывает иногда, тема из дизайна проскакивает. Ваши редизайны, говно, она написана. И, собственно, от Фору Антендера, слушай новость, прикинь, неожиданно. Фору Антендер, да. Он это назвал «Почему я ненавижу ваши глупые дизайны?» Ну, он, на самом деле, нам просто прямой перевод заголовка сделал. На самом деле, это немного не то. Фейк имеется в виду «Why I had you a fake redesign?» Имеется в виду, что... Я знаю, я читал. Те, которые не увидят, так сказать, применение в реальной жизни. Вот фейковые, да, вот это как бы ненастоящие дизайны, вот так скажем. Вот ненастоящие дизайны. Они не будут никак использоваться никем. Так вот, статья о чем? Нам Алекс Барашков, собственно, или Барашков, возможно, не знаю, на medium.com, у него есть PixelPoint своя хреновинка, под Medium, так скажем, саб-Medium, пишет, что, знаете, вы задолбали, чуваки. Вот это абсолютно... Вот эта тема, она идет абсолютно вразрез с той темой, которую мы в прошлом подкасте рассматривали, по-моему, в прошлом, про девочку, которая спокойненько взяла и решила сделать редизайн Инстаграма. Это прям заглавные наши темы были, и мы, понимаешь, мы вот способны с разных сторон посмотреть на все эти ситуации, тем более мы будем дальше свое мнение высказывать. Да, да, просто разговоры о разном, здесь разговоры о разном, надо это понимать, но я сейчас скажу, вот вам покажу, как Алекс Барашков смотрит на это, на все, а потом это совместим воедино две темы. Короче, он говорит, хватит чуваки редизайнить Facebook, Skype, Twitter и всякое популярное дерьмо. Да, давай предмет, какие чуваки редизайнят, где они это делают и с какой целью. Вы, говорит, постоянно я вижу то на Medium, то на Designer News, без которого бы не существовали, то на Muesli. Опять, вот, он пишет Articles at Muesli. Muesli. Мuesli. Ихтля. Так вот, говорит, я постоянно, говорит, вижу редизайны популярных сервисов. И вы что, говорит, думаете? Вы true professionals? Вы что, говорит, думаете, что вы сделаете круче, чем те люди, которые работают в видеокомпаниях? Серьезно? Говорит, люди, которые сделали такой дизайн, который типа вам кажется отстойным, каким-то старым, как, например, на Amazon или на... Ну, как, например, на Amazon. Вот сразу. Первый пример, да? Так. Вы, говорит, это не потому, что вот они лохи не умеют дизайнить. Это было у нас тогда, что помнишь? Это об этом. Интервью в Amazon. Типа, что бы вы изменили на главное? И правильный ответ, ничего. Наверное, у вас была какая-то причина сделать главный именно такой. Вы приняты. Вот. Да. Люди не осознают вообще, почему они делают редизайны. Я сейчас все скажу. Они, говорит, точнее, они осознают, что они хотят от этого. Они хотят кликов, например, он говорит. кликов, то есть, иметь в виду просмотров, чтобы на них обратили внимание, что они сделали редизайн. Они хотят заполнить свое портфолио чем-нибудь хотя бы. Или они хотят, допустим, например, получить какой-то опыт в дизайне и просто это делают ради опыта. Вот несколько причин, почему это могут делать. Соответственно, почему Алексу кажется, что это лучше не делать? Потому что, как минимум, господа, то, что вы сделаете и будете этим хвалиться, это будет выглядеть смешно, потому что, скорее всего, тот самый дизайн, который есть на Амазоне, например, он выверен был уже давно и с точностью до миллиметра на основе крупных, больших анализов бигдейты. Да, полный А-Би-тестирование, скорее всего, проводили. Там просто, там было очень много опытов проведено на разной аудитории, на разной, из которой аудитория сидела прямо при амазонщиках вот за компуктерами. И просто в интернетах они смотрели. То есть, там была огромная работа, выполнена с интерфейсом Амазона и с юзер-эксперинсом, что вы лучше сделаете вряд ли. То есть, наверное, есть какой-то шанс один из миллионов, что вы какого-то хрена сделаете лучше, чем Амазон. И тогда вы точно вас с руками оторвут, это базара нет. Ну или вы просто угадаете, так сказать. Да, но скорее всего, скорее всего, будет все плохо, будет хуже, чем у них. Даже если это будет типа красивее, чем у них. И он говорит, вот, например, давайте посмотрим на примерах. Вот чувак заредизайнил Google, прямо вот google.com. И говорит, ну, типа красивее стало, базара нет. Все такое прямо литое стало. Хотя, опять же, вот слишком много синего. Спорно, да? Спорно. И я вот так никогда и не нашел, возможно, вы, уважаемые подписчики, мне поможете, на Nintendo Entertainment System, также именуемой Dendy. У меня был когда-то картридж, на котором, кажется, был сборник, там, 80 игр, знаешь, подобные, были. Причем они там все одинаковые, в них только цвета разные. То есть там 15 танчиков, в которых просто танки разного цвета, а по факту тот же самая игра. Так вот, и там, по-моему, по-моему, была какая-то типа бухта водная, с пальмами там вокруг, и там птички летели, и играла какая-то очень успокаивающая, классная музыка. Если кто-то знает вообще, что это, я хочу хоть раз это еще, хоть одним глазком по Дарту Вейдеру своими глазами увидеть. А какого хрена ты ворвался здесь? А вот там точно такие же синие оттенки. Там вот бухта и ночная бухта. То есть там и небо голубое, темно-синее, ночное, и сама вода светло-синяя, и птички еще летели чуть ли не с синими клювиками. Возможно, тебе стоит обратиться к тому, кто делал гугл-эйдизайн. К психотерапевту, скорее всего. Мне сейчас нет обратиться, поэтому давай пойдем дальше. В общем, ничего хорошего я в этом не вижу. Говно какое-то. С синее на синим. И автор статьи тоже намекает, что господа, но отвлекает все от всего. Вот абсолютно никак не привлекает для того, чтобы мы вводили, именно вводили, в строку поиска что-либо, а потом нажимали вот на тот самый кругленький поиск, который типа красивый. Ну вот да, тут еще написано, типа, а что вот они про брендинг гугла забыли? Ну у них есть как бы вот этот гугл, он в разных цветах как бы понятных. И за эти цвета на самом деле глаз-то цепляется. Ты понимаешь же, что это гугл. За эти цвета тебе просто глаз на жопу натянут, если ты их не используешь. Вот да. Идем дальше. Чатик. Чувак переделал скайп. Редизайн скайпа. Вижу, да, вижу. И как бы он говорит, ну сделали в цветах вайбера. Чатик. Причем музли. И тут, естественно, есть розовый, потому что это музли. Там пишешь скайп концепт from музли. Да. Ну ладно, окей. Но сразу, что я вижу первым делом, это то, что все внимание отвлекается на список чатов, а не на сам чат, например. Хотя сам чат все-таки в мессенджере это более важно, более важная штука. Более важное окно. Более важная область, которая должна притягивать все внимание туда. Зачем тебе этот список слева более яркий, который ты будешь постоянно на него выпаливать? Если ты должен смотреть в правую часть, там где чатик. Непонятно. То есть, какого хрена чувак просто сделал, чтобы типа было стильно? Вы типа модные. Вот да, потому что этот стиль, он тоже какой-то, ну... Все это спорно. Дальше. Фейсбук. Зачем три разных оттенка? Ну, вот да. Фейсбук, фейсбук. Вы, говорит, сделали фейсбук, но базара нет, плитку использовали вот эту модную. Ага, а рекламу куда? Вы знаете, что фейсбук только на рекламе живет? Говорит, вы, говорит, сделали редизайн без рекламы. Фейсбук... Такое принести в фейсбук, вот чуваки, мы вам... Они сразу просто, я не знаю, они тебя пинком под задницу выгонят. Да. Несмотря на то, что девочка 22 года, рыжая в каре и в очках, статуирована. Не посмотрят. Вообще, кого? Кого? Они уже не смотрят ни на кого. Никого, вот именно. Нет рекламы, господа. То есть, вы хотя бы сохраняйте то, что вообще есть на сейчасшнем фейсбуке. Понятно? Красиво. Ну, кто-то скажет, ну, никто же не владеет там аналитикой. Ну, слушайте, то, что фейсбук зарабатывает на рекламе, это уже бабки у подъезда даже знают. Хотя они тоже аналитикой не владеют. Согласен. Поэтому, как бы, будьте более прозорливыми в этих вопросах. Ну, вот, да. И дальше он там пишет, что вот, чуваки, вы надо какие-то... Если вы хотите реально этим заняться, вы хотя бы хоть какой-то ресерч проведите. Вы хотя бы поинтересуйтесь. Узнаете вообще о бренде, о брендинге. О том, что происходит с продуктом, с сервисом и так далее. Ну, вот такая коротенькая статья. Я не буду дальше вдаваться в подробности. Он какие-то там дальше настенка.ру приводит. Я даже не хочу вникать, что это было. Просто давай скажем с тобой, почему эти две статьи, вот одна статья, которую мы в прошлый раз рассматривали про Инстаграм, о том, что девочка сделала и дизайн Инстаграма, и вот эта статья Алекса Барашкова, Барашкова, эти две статьи идут в разрез, и они на разных уровнях находятся, да? На каких именно? Я сейчас тебе скажу, почему. Так, ну-ка. Та статья, мы почему ее в позитивном с тобой ключе рассматривали, та статья про ее дизайн Инстаграма? Потому что девочка сделала не ради того, чтобы, точнее, мы с тобой видели позитив в том, что она это сделала попрактиковаться. Вот так. Она, во-первых, задала дисклеймер. Типа, вот я как бы это делаю не для того, чтобы предложить Инстаграм, потому что они владеют информацией, бла-бла-бла. Но она-то тоже опрос проводила. То есть мы с тобой, как в некоторой смысле будущие научные деятели, мы понимаем, что должно быть педагогическое исследование, основанное на теоретических или эмпирических методах, а лучше на тех и на других. Ну ведь, опять же, ладно, хорошо. Кстати, кстати, я заметил, что Инстаграм, мне кажется, они у нее подсмотрели, они сделали сторисы по аватаркам в ленте. Да, да. Я не знаю, может быть, действительно у нее, потому что Free Code Camp там, ну, она coverage достаточно большое получила от того, чтобы с ней даже интервью на Google Hangouts провели. Ну вот, ну и как минимум она... Представляешь, как она проснулась знаменитой практически. Ну это обосраться, я согласен. Она может не знаменитой проснулась, она проснулась с сознанием того, что ее дерьмо в Инстаграме сделали. Вот, но как минимум она попрактиковалась. У нее... Мы видим удачно. Да, у нее удачно получилось попрактиковаться. А эта статья о том, что вы лучше именно исследуете, чем просто тупо делаете больше, больше, больше дизайнов тупых, в тупую и никому не нужных. Не должно быть никакого поверхностного дерьма в этих вопросах. Надо прям вот вникнуть глубоко. И будет круто. Да. Вот такая у меня была статья в дизайне. И есть у нас закрывающая статья про анимацию и платежный экспириенс, как у меня здесь написано в слэйке. К сожалению, тоже от фронтендера подкомментировал. О том, как анимации помогают улучшить и увеличить payment experience. Блин, я случайно проскроллил, не успел нажать на ссылку. Там какой-то Микэль Вилар. Да, это тоже на Medium, на подблоге Bridge Collection, Design Insights from Bridge. Не знаю, что за Bridge. Они в нем мосты строят. Adobe Bridge, в котором как облаки хранятся данные, тоже мосты строят? Потому что тебя по учителям спрашивают. Но я подожду, пока ты сейчас тупить будешь. Звонок, кстати, для учителя, да. Так вот. Пожалуйста. Улучшаем наш процесс оплаты, полностью опыт оплаты с анимациями. Ну-ка. И здесь на примере Stripe Payments, Stripe это как-то шлюз. Stripe это дорога в Лас-Вегасе, я знаю, самая большая. Там-то Strip. Да, а здесь? А Stripe здесь полоса, а там Strip как... Как раздеваться. Ну да, кроме шуток, нету там И на конце. Хорошо. Так вот, Stripe это шлюз платежный, как PayPal, как Яндекс.Деньги, вот такого плана. Я не знаю, он аффилирован ли он с каким-нибудь банком конкретным, или это уже отдельная такая система гигантская, которая с банками на ты, на фш, эй ты. Возможно, им каждые банки уже там, они на этих всех банках столько комиссий, банк, 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 много как-то Рассказывается. Деньги, 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 деньги. Да, по предыдущему, кстати, не очень сказали свое мнение, хотя как не сказали. Да мы с тобой много там сказали. Да, согласен, сойдет. Так вот, здесь сразу хайлайт. Цель анимации, они не развлекают пользователя, а помогают пользователю лучше понять, что происходит и как использовать продукт более эффективно. Если отмените анимации, должно вот казаться, что прям все сломано и чего-то не хватает. На самом деле, ну как бы, я вот не хотел бы, чтобы в каком-то продукте... Чтобы моя няня была пидобрас. Да, в каком-то из случаев анимации вот отключились, я бы ни хрена не понял. Это должно быть скорее добавляющим таким улучшением про progressive enhancement. Это не должно быть ключевым каким-то фактором. Но я не буду сейчас сразу высказывать свое мнение. В конце концов, я уважаю автора. Микаэль Вилар зовут его. И вот мы, говорит, команда Stripe Checkout, мы сделали большое количество разных анимаций. В принципе, здесь под каждой гифкой есть еще Play MP4. Прямо на видосики приложу. Если хотите, прямо в большом, говорит, битрейте с хорошими кадрами в секунду посмотреть. Красавица. Он говорит, вот анимация добавляет контекста. Вот Remember Me ты жмешь здесь выпадающая хрень и из-под него как будто бы разворачивается дополнительное поле по поводу того, что, а вот если хочешь, чтобы мы тебя запомнили, введи-ка свою мобилу. Слышь, ты. Ну, я это вижу и не как будто бы реально разворачивается. Да, и это помогает нам понять, что именно это поле связано с Remember Me. Оно из него же вывернулось. И хочешь Remember Me, люби телефон вводить. А вопрос, вопрос, вопрос. Если бы это сразу было на поверхности, то есть это бы пугало пользователей изначально. Конечно, зачем тебе информация о том, что телефон какой-то ставит, вдруг ты уже испугаешься. Ты супер такой, знаешь, конспиролог к океану, что ты вообще как огня боишься этих сайтов, где просто ставить телефон. И ты тут не поймешь, что это будет активно, только если Remember Me нажмешь. А то же ты уже нажал. Да, потому что ты как настоящий параноик не будешь жать Remember Me. Ты будешь каждый раз из разного интернет-кафе переходить на этот сайт. И поэтому тебя и не законфьюзит этот телефон, и ты не отвалишься. А здесь всегда есть вероятность того, что ты просто уйдешь с этого сайта и пойдешь в другую шлюсть. Вот. Потом дальше классический вот этот пример. Я не знал, что это Stripe Checkout, теперь знаю. Когда какая-то ошибка есть, то вся карточка покачивается. Ну еще красным там подсвечивает те поля, которые неверно заполнены. Но кроме этого покачивается. Прям вот немножечко разряжает обстановку. Если бы просто красным все загорело, у тебя сразу бы жило напухло, именно у тебя. Ты бы сразу весь разозлился, слюной брызгать начал. А когда здесь так пошатывается неформально, ты такой, блин, ну ладно, прикольно, да чуваки хотя бы пошатывание сделали. Так и быть, ввиду заново. Номер карточки, дату прописки, полис, CVC, снилс, слейтовый хэнд. Здесь нам показывают этапы определенные. То есть, допустим, есть у нас классический пример двухфакторной аутентификации, моей любимой. И нужно, я не могу ни дать, ни взять, вот он здесь. Нужно дождаться кода смсного. И вот тебе появляется это поле и говорит, ждите смс-ку. Вот добавить всего лишь базовую анимацию просто по таймеру. Не то, что она будет смотреть, когда ты смс-ку прочитал. Просто хотя бы в течение полусекунды или 750 миллисекунд показывать, типа отправляем, хоп, отправлено. Всегда же можно отмазаться, ну слушай, там на линии были помехи, там как бы до вышки не доходило, но мы-то отправили. Зато пользователь уже стопудов знает, ах, отправили, вау, можно ждать спокойно. А до этого он прям думает, блин, отправилась, не отправилась? А как, а что? Кроме этого, button transitions, переходы от состояния одного кнопки к другому, в данном случае на картинке мы видим три штуки, слушатели, просто представьте, на первом просто написано заплатите 25 баксов, а на первом написано информация о платеже, ты на нее жмешь, все это превращается в 25 баксов, жмешь оплатить и после успешной оплаты наверняка, допустим, опять же, на новом MacBook Pros с тачбаром, есть сенсор Touch ID и можно оплачивать прямо с браузера с помощью Apple Pay, просто палец приложил и у тебя уже оплатилось, вот в данном случае просто здесь переход из Pay 25 долларов и в галочку, он какой-то без всплывающих окон, каких-то без редиректов, то есть, в принципе, Pay the Spray, я хотел сказать, нормально, здесь такой experience, так сказать, в вакууме, когда даже платить не надо, у тебя сразу галочка и как бы, ну вот, да, не показано здесь, как надо платить, но это... Не, ну может быть, у чувака там все прикреплено уже. Наверное, да, пусть будет так, он недавно уже платил, там 20 минут его помнят, туды-сюды. И бонусный раунд это о том, что вот появилось у тебя все с Preloader, но после Preloader лучше все-таки тоже еще чуть-чуть анимации, что там поля одно заднее выстраиваются и так далее. Нахрена? А вот предпочитает он, что поток так, тебя, ну знаешь, вот когда просто появляется, это тебе на сухую вставили. Ну то есть резкое торможение. Да, 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 резкое торможение, ты все правильно сказал. А тут прям еще немножечко есть оттормаживание, путь оттормаживания. Это как в боевиках, когда ты спрыгнул с какой-нибудь там тачки, тебе надо крутиться. Да, ты сгруппировался, перекувыркнулся и побежал дальше. Бежал убивать людей. Ну у меня вот сразу вспомнился Skyfall, там где Джеймс Бонд за этим, как же его звали-то? Ну сначала... Патрис, кажется. Сначала гнался, да? Да, да, вначале в Стамбуле он гнался и он там перепрыгивал пару мест, где он сначала группировался, потом за ним бежал дальше. Так что это имеет право на существование. Было в реальной жизни. А Джеймс Бонд, кстати, было в реальной жизни. Ну вот такие вот примерчики нам предложил Микаэль Вилар. Отлично, отлично. User Interface Developer в Stripe. И с ним невозможно поспорить на самом деле, поэтому... Ну у него железные примеры, конечно. Тут у него никак, нет спорного такого. Причем примеры из его собственной практики. То есть, видимо, они тоже обкатаны на аналитике, что чуваков это там больше заводит, когда есть все эти штуки. Поэтому я бы ему верил, и я ему просто чисто по-человечески завидую, что у него есть место и время вот эти все методы реально применять. Потому что я бы тоже хотел на ее веб-дизайн добавить кучу анимаций. Ну вот не находится пока времени всем этим заняться, но вот да, было бы реально круто. Светские новости, господа. Можно сделать между перерыв, между прочим, перед светскими новостями. Уже час тринадцать, так сказать, прошло. Ну давай. Я прям чувствую по нашему состоянию, что нам необходим перерыв. Я просто мог бы сейчас паровозом отпаровозить светские новости, но тогда у нас останется не так много для остальной части подкаста. Давай сделаем здесь перерыв. Да, да, я предлагаю сделать здесь перерыв. А вы, как всегда, нам в комментариях напишите, чем же вы занимались в этот перерыв. Нажал я уже резюме, этот поздний час. На самом деле, пока был перерывчик небольшой между первой и второй частью нашего подкаста, Саня, как обычно, сделал кофе. Но не как обычно. Это не входит в традицию в нашу. Но тем не менее... Начинает уже входить. Но начинает. Начинает. Саня сделал мне в гейзерной, а себе в обычной турочке. А гейзерная это тоже турочка называется. Кофеварка. Кофеварка, хорошо. Вот. И поэтому, возможно, мы сейчас спустимся обратно до обычного уровня, до нормального, до регулар Саня и Никита. Регулар и веб-дизайн. Так. И продолжим. Светские новости, господа, господа. Про Твиттер немножко поговорим с вами. Перед первым апреля мы с тобой задумались, а это не шутка ли, а не прикол ли это. Новость от Твиттера. Мы тут, пацаны, провели говид-исследование. Сами Твиттер пишут у себя на блоге. Ну, это у нас... Есть здесь у нас где-нибудь будет ссылка? Да, там вот есть под картиночкой. Марч тридцать один блокпост. Херайтс, мне кажется. А может и нет. Слушай, нет. А есть, да? Ты это нашел, да? Полный херайтс. Я как бы... Ха-ха-ха. Марч, я нашел марч. Херайтс это на арстехнике. Точно, точно, точно. Так вот, ресинкинг, ауэр дефолт профил, профайл фото, профил. И говорит это. Чуваки, чуваки, чуваки. Такая тема. Я сразу расскажу быстро. Здесь, собственно, негде даже мыслью-то растекаться под ревухи. Когда-то давно Твиттер, как умные пацаны, как умная команда, сделали логотип у дефолтных пользователей. То есть, вот ты дефолтный пользователь, ты еще не поставил себе аватар или уже удалил свой аватар. По дефолту твоя picture, профайл picture твоя, твой аватар будет равен яичку. Типа у тебя будет яичко разного цвета. С намеком на то, что твое яичко как бы потом выродится в птичку, вот этот твит, твит, что переводится как щебетать, щебет. Да. Выродится в птичку, ты что-то прощебечешь в Твиттере и вот будешь пользователем, полноценным. Из-за этого вот это вот яичко оно уже обрело в некоторых кругах троллей и ботов в Твиттере. Это обычное, что это люди, которые боты или какие-то троллируют всех, они с яичком. Ну да. Они с яичком, значит, и немножко переосмысливая это, Твиттер, команда Твиттера посмотрела вот на это, на все, какого хрена мы вообще делаем, какие-то яички. Куда мы скатились? Куда мы скатились? Вообще здесь есть второй еще пункт, извини, что я перебил. Мы, говорит, заметили, что многие специально не меняют яичко, им прикольно. Да. А мы-то, говорит, не хотели, чтобы вам было прикольно. Мы, говорит, хотели, чтобы вам противно было, и вы заоплодили. А троллям еще более прикольно. Ты представляешь? Ты с яичком. Вот это класс. Вот это круть, яичко. Ага. Пасха, кстати, скоро. Сделаем, говорит. Они обломали Пасху все. Обломали. Слушайте, знаешь, сколько людей надеялось. Ня-ня-ня-ня-ня-ня, мне, кажется, с яичком будет хотя бы в Твиттере на Пасху. На-на-ня-ня-ня. Получи. Профайл пик. Значит, что сделали? Что сделали? Поменяли профайл пик, дефолтный. Сделали его таким, такой как бы сингулярностью, такой как бы коллаборацией между женщиной и мужчиной. Непонятно, что это, мужчина это или женщина, чтобы никому не было обидно. Они взяли две модельки вот эти вот туалетные, которые на дверях туалетов вот мужчина и женщина. Ты подожди, здесь... Слили их воедино. Ты сейчас откуда смотришь? С кварца? Я из головы, честно говоря. Перед головой надо посмотреть вообще, какой у них в прогрессии был профайл пик. Давай, хорошо, как раньше было, господа. Слушатели, просто представьте, а зрители, вы и так видите, в 2006 году, когда еще все было так в облачках, вот это все. Мы еще тогда не были с тобой на твиттере, не живые. Мы с 2009. Мы с 2009 пришли. В 2006 был человечек такой в облаках, просто, ну, какой-то пользователь. Чувак идет не то с тростью, не то с зонтом. Я так понимаю, знамоданно. It's raining, man. Какой-то... Вот, да. 2007 год. Были вот эти вот О, нижнее подчеркивание, О, что означает недоумевающее такое вот лицо, силуэт лица, недоумевающее. Что? Типа, what the fuck? 2007 год. 2009, видимо, они не меняли, в 2008 году, в 2009 году был логотип вот эта птичка. Собственно, твиттерская. Собственно, его там уже и застали. Его мы застали. В 2010-2014 вот переделка вот этих яичек всевозможная. Яички в стиле МТС. Вот именно такое яичко. То есть просто абсолютно плоское яйцо на плоском фоне другого цвета. Казалось бы, что изменилось с 2010 на 2014? Но изменилось. Видимо, в 2010-м были однотипные яйца, только оранжевого цвета. Нет, в 2014-м. В какой-то из моментов, то ли доль, то ли после, были градиенты. Не просто плоское дерьмо, а такое полуобъемное яичко. По-моему, этим закончилось как раз. Точно, точно. Ну вот, и теперь, что мы видим? Давайте, исследование, пацана, пацана, покажи на ресинг, на блог twitter.com. Да, я там нахожусь. Вот, там именно туалетные два утенка. Там перед туалетным, в принципе, мы пробовали, говорит, всякое. Всякое пробовали, чтобы было скучно. Прежде чем до туалетов дошли, Чтобы, видимо, вот людям, вот быстрее надо было поменять свой аватар, сделать нормальный. Чтобы вот прям показывал, чтобы это прям вот был знак, смени аватарку. И он был так же понятен, как все дорожные знаки. Есть 50 в круге, значит, не больше 50 километров в час здесь. Да, соответственно, совместили мужчину и женщину, вот эти два знаменитых логотипа, и получили такую мужчина-женщину, какое-то существо с каре, существо с каким-то лицом, какой-то башкой такой, знаешь, с этой мягкой. Я, честно, все равно, это больше женщина, чем существо с каре. Ты считаешь, то есть, вот это все-таки, а мне кажется, вот тут как посмотреть? То есть, это какое-то бесполое абсолютно, вот бесформенное башка и туловище. Да? Оно серое. Серое на сером. Темно-серое на сером. То есть, тебе максимально должно быть противно от этого. Как ты думаешь, и у меня рождается сразу вопрос к тебе, Же, после вот этого всего ресинкинг Е, не будут ли тролли и остальные твари ставить яблочко, яблочко, простите, яичко обратно? Я тоже хотел сказать, что возможно будут. Но на самом деле, это конечно слишком умно для троллей и ботов. Они наверняка будут оставлять такое, но понимаешь, здесь и так негативное идет восприятие этой картинки. И оно будет совпадать с тем, что ну это значит стопудово прям боты. Это как собачка в ВК, понимаешь? Уже ты сразу заведомо, фу. Ну если честно, я вот спокойно принимал то, что яичко, это человек, который не запарился, не заморачивался, или возможно бот или тролль. Тоже верно. Ты же как бы привыкаешь к этой системе, в которой ты живешь. Да, но вот им не нравилось, что именно вот у них вроде ня-ня-ня, а принимают как говно. Пусть уже будет тогда говно принимать как говно. Ясно. Ну окей, ладно, идем дальше. В принципе, что здесь еще сказать? Ну вот сделали. Вот такая идея родилась. Я до последнего думал, что это April Fool's Day. Тем не менее, это 31 марта все было. Ну, мало ли, вдруг заранее начали шутить, потому что, ну вот, что-то это все высосуха какая-то. Хорошо, высосуха. Следующая новость от фронтендера. От кого бы вы думали? Да. О! И он нам пишет, что это, говорит, шелуха. Nets Husk. Да, фронтендер. Напиши нам хотя бы на Ютюбе. Хотя можешь и на сайте детском писать. Уже как бы, уже хуже не будет, да. Что за Nets Husk? Что ты имел в виду? Вот реально, шелуха из интернета. Шелуха из интернета. Шелупонь всякая. Шелупонь. И мы рассмотрим вот одну из тем. Просто все остальные твои темы, которые мы не рассмотрели, так-то тоже шелупонь, поэтому как бы, я не знаю, по какому-то принципу отбирал, но да. Ты же как-то вот отобрал его первую тему. Как конфеты у ребенка. Да. Взял и отобрал. Изи. Схабра. Как магазины заманивают покупателей двоеточие электронные ценники? На самом деле, очень быстрая тема. Я сначала читал, думал, здесь что-то будет такое. Знаешь, на хабре же любят. Если это статья на хабре, то там будет как спаять эти электронные ценники. Как их спроизводили. Мне кажется, это уже на гектаймсе. Как то, все-таки. А это на хабре. Нет, это на хабре. То есть здесь как бы задротно должно быть. Я имею в виду, что паяли бы на гектаймсе, а не на хабре. Да что это? Ну как это? На гектаймсе, наоборот, все поверхностно. Ну может быть, я не спорю с тобой. И короче, электронные ценники. На гектаймсе, мне кажется, спой. Короче, говорят, смотри, оказывается, уже 20 лет как? На Западе. И на, как там, в Соединенных Штатах Европы? В Соединенных Штатах Европы уже 20 лет назад используют электронные ценники, всевозможные. Ни разу не видал. Ни разу не видал. Ни в Европе, ни в Америке, я в Европе не был. В Америке не было, ты говоришь, в Европе тоже нету. Не видал. Но тем не менее, придумали, технология существует и где-то она используется. Даже вот на тех заправках в Баварии, где Тесла заправляется, там такого нет. И вот, и у нас дошли до этого. У нас дошли до этого и у нас теперь электронные ценники. Сразу же, хочется сказать, электронные ценники, они размером примерно от 3 до 20 сантиметров по диагонали. То есть, бывают 3, то есть такие не очень большие, 20 сашечка, это прям большие электронные ценники. В чем сразу же плюс, пишет нам автор электронных ценников, ну, господа, не надо ничего переписывать на бумажках. И все ваши акции классические, все ваши вот эти ценовые войны, когда ритейлеры все быстро меняют. Когда на кассе, как там цена была 18 рублей, а не 19. Да, да, то есть, вот это все сразу же нивелируется тем, что у вас автоматически все подстраивается под вас. Причем, тут дальше поговорим, насколько под вас подстраивается, насколько это гибкая технология вообще. То есть, понятно, что кроме того, что ценник электронный, он вот это вот исключает вот эту проблему того, что для магазина конкретно, проблему того, что покупатель смотрит на цену, видит ее меньше, чем настоящая цена. И ты такой, твою мать, так я же могу типа дешевле купить. А это же закон, если чувак увидел цену дешевле, он может купить дешевле. Публичная оферта, да, но это как раз то, что я попытался описать. Вот, вот, да, и значит, а теперь нет, электронный ценник, он будет подстраиваться, он будет знать, он будет чекаться, там, сверяться. Причем, электронный ценник, я хочу вам сказать, это современная технология, она работает как по инфракрасному порту, как радиоканалы, как по вайфайке. М? Как тебе? Нормасик? Пытаюсь просто понять, ну ладно, первые два, но вайфай? Ну вообще хай-тек. За хрена в смысле? Будешь гигабайтами туда загружать. Ну то есть, может там как-то прошивать, может как-то они обновляют, а, ну да, обновы им прилетают по вайфай. Ну это вообще хай-тек. Я боюсь представить, как выглядит админ панель для... Для ценников. Для полного, так сказать, магазина. Я сейчас тебе еще о ценах поговорю, обоссвешься. Ну-ка, ну-ка. Обоссвешься, пока не дошли до этого. В ценах на ценники, простите за это? Да, цены на ценники реально. Так. Значит, кроме того, что это просто удобно, просто классно, просто не надо дергать людей и писать руками, и вы все сами понимаете прекрасно, что ценники на бумажке это прошлый век. Я же представил, что в магазине, в принципе, такие твари работают, они ногами только пишутся, и такие, что не надо дергать людей и писать руками. Да. Есть еще такие темы, как приложение. Вот у тебя есть приложение, например, Перекрестка. Всем нам известного, да? Там, например, такие электронные ценники. А у тебя, например, есть приложение Перекрестка, которое дает именно тебе, как постоянному клиенту, у них, например, есть акция, ходи каждый день в Перекресток и получи... Для Гончарова туалетная бумага, наконец-то, дешевле. Да, туалетка дешевле. Все. Твои действия. Ты идешь с прилом, такой на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Подходишь к туалетке. Угу. На-на-на-на-на-на. И ценник... Твой телефон, твой прил и меняется на тебе, на глазах, при тебе же. В этот момент подлетает тетка, видит дешевый ценник, публичная аферта начинает действовать. И она такая, а я вот с вами, можно туалетку куплю? А там написано будет на этом, только для Гончарова. Ну, тогда будем сейчас к ценам переходить, и я думаю, отпадут все вопросы. Ну и да, ну и да, господа. Вы поняли, вообще хай-тек дикий. Все, можно использовать. Охренеть. Переходим к ценам. Почему это все еще не введено везде? Первое. Во-первых, это только недавно бахнули в России и разрешили, чуть ли не год назад. Еще не все успели, еще не все ритейлеры, еще не все почесались. Это надо же заказать, это же надо обосраться. Следующее. За 20 тысяч ценников примерно 400 тысяч баксов. Дикие суммы. По слухам, это отобьется в течение 4-5 лет у среднего пацана. То есть тогда, когда уже их все украдут, эти цены. Ну, конечно же, бизнес не хочет ждать. Они не хотят сейчас заплатить вперед за все ценники на 4-5 лет, чтобы, знаешь, работать только на ценники 4-5 лет. Это как-то странно. Поэтому такая технология... Я процитирую, это зачастую не устраивает бизнес. Охренеть. Да ладно. А я-то думал, бизнес в принципе устраивается. Поэтому будут продолжать писать на бумажках, я думаю, еще, наверное, лет эдак 100. Видимо. То есть мы будем как бы на воздушных подушках уже кататься. На ховербордах, как назад в будущем. Но ценники бумажные. И пэч и буреков. Да, и проштампован каждый из них. Прямо как бы, да. Хорошо, идем дальше. Следующая тема, закрывающая тема, светские новости. Тоже с хабра. И она сразу напрямую с хабра даже уже не фронт-эндер предложил. Уже даже... Такую нашел и мне показалось это ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Некая Анастасия по ветке на настенка. Так. Так. Гороскоп для разработчиков. Господа, господа, приготовьтесь. Гороскоп прямо в прямом эфире на Ювэ Бизайн. Ну, не в прямом, но тем не менее. Сегодня, говорит она, в день смеха, то есть от 1 января, от 1 апреля. Новость. Рада поделиться с вами гороскопом для разработчиков, пишет она. Видимо, она придумала это сама, потому что это не блок какой-либо компании. И, кстати говоря, здесь замечательные, замечательные такие скетчи нарисованы для каждого из знаков. Мы их сейчас все посмотрим, поржем здесь. Над вот этими иконками, которые, собственно, из иллюстрации подкрыл Антон. Некий. Они даже прикольнее, чем описание в некотором роде. Ну, да, то есть тут знаки зодиака. Зодиака. Давайте перейдем быстренько к гороскопу. Привязываются к каким-то языком. Овен к ангуляру второму. Хотя тут недавно я видел четвертый вышел. Ну, хорошо. Овен к ангуляру второму. Вот здесь такой Овен с ангуляром вторым. И Овен, допустим, Овен часто считает себя во всем правым и сложно поддается убеждениям. Ему не объяснить, что код плохой, что у него конфликт с QA или решение неверное. У Овна сильный характер и ярко выражены лидерские качества. Поэтому его часто можно встретить среди технических лидеров проектов или руководителей направлений. Я не буду зачитывать просто весь текст так называемого гороскопа, но в принципе уже потому, что он Овен, можно понять, что он баран. Я сейчас одну двенадцатую часть наших слушателей оскорбил. И в принципе ты уже и одну двенадцатую статьи рассказал, можно, да. PHP, PHP-телец у нас здесь происходит. То есть, это как бы слоник с рожками. Телец. Я вижу, да. Разработчики этого знака по упрямству превосходят Овнов, но у тельцов прослеживается легкая небрежность в гите. Я думаю, легкая небритость. Когда у Овнов там все четко. Программист-телец может очень упрям, он долго не будет реагировать на просьбу техлида удалить все лишнее из гита. Или желание с админа почистить все ненужное в его PC. Близнецы. Близнецы здесь как бы логотип питона. Ну, блин, я сейчас понял. Умно, остроумно. Да, с ними в команде очень шумно, и даже если у вас один разработчик близнецы, то кажется, их по количеству передаваемой информации двое, а то и четверо. Могут занять все время совещание, бла-бла-бла, организовать, бла-бла-бла. Рак. Рак здесь с эмблемой, я так понимаю, этого. Visual Studio C Sharp, что это? Я не знаю. Дотнета. Вот, я вижу просто здесь в конце дотнет. А, я рекомендую. Ну, вот я вижу, что знакомые. Видимо, это Н. Да, да, да. Рак. Рак очень ответственно подходит к рабочим вопросам, при этом он очень чувствителен и раним. Один негативный отзыв от клиента может выбить его из рабочего процесса на долгие недели. Ну, ранимый. Лев. Я не знаю, повезло ему или нет, но Лев, он с 1С, логотипом. Лев верит в идеальный код, точнее, в свой собственный код. Очень высоко ценит результаты своей работы и радуется, когда это замечают другие. Очень любит комплименты, поэтому всегда старается получить обратную связь от клиентов и менеджеров. Кто не любит обратную связь и комплименты? не только львы. Допустим, я верю этому гороскопу. Дева, дева некая дева, она с яблочком и пловским. Дева жестокий кодер-реалист. Эти программисты способны мило беседовать с менеджером про очередную порцию правок и выход на работу выходной, а в голове рисовать картины вместе. Вау. Весы. Тут как бы C++ тяжелее, чем C Sharp. Заметь. Стоп, да. Программист весы не любит планирование, потому что не силен в нем. Хотя, казалось бы, весы, да? Тяжело дает эстимейты. Эстимейты. Весы всегда ищут идеал, идеальный проект, идеальный менеджер, идеальный код. А вот времени на изучение правил работы с Jira или на написание разборчивых и понятных отчетов не хватает. Далее. Скорпион. Здесь, видимо, HTML5 и как бы Скорпион с хвостом пятерочки. Самый скрытный, но в то же время вспыльчивый разработчик в команде. Вытащить из Скорпиона информацию по готовому решению, если он не готов с ней делиться, почти невозможно. Вводить нового сотрудника в проект на место Скорпиона очень сложно, если инициирован этот процесс не от него. Стрелец. Здесь как бы андроидыч. Почему стрела тогда? А, потому что роботик. Ну, просто обычно красным здесь выделен именно платформа, а тут все-таки наоборот. Тут андроид, он поработил самого стрельца. Здесь, кстати, наоборот, да. Стрельцы по натуре и свои философы любят порассуждать о вечном, при этом стараются навязать свое мнение не только членам команды, но и менеджеру, и клиенту, и руководителям, и директорам. Вот такие твари. Козерог. Это, кстати, Санин знак, чтобы вы знали просто. Мой, да. Твой. И там у них Руби. Ну да, сразу бросается в глаза, что Руби. Если новый член вашей команды, проектной команды Козерог, вы можете подумать, что он до мезумия заунывный, тоскливый, безотрадный и печальный, как Саня. Так, узнаю. Но не поддавайтесь первому впечатлению, ведь счастье Козерога в его работе, причем погружается он в нее полностью и без остатка. Проект Козерога заранее определяет цель, планирует архитектуру, разрабатывает детали, заставляет риски, чтобы не отвлекаться в дальнейшем на мелочи. Часто перетягивает на себя работу менеджера, чем его очень радует. Его это менеджер, я так понимаю. Его. Да. Хотя, в принципе, я так понимаю, раз перетягивает, значит, самого Козерога тоже это радует. Водолей. И тут классно, Водолей мне очень нравится. Смотри, логотип, это Джава, как бы льется, как из ведра. Вижу, вижу. Особый, Водолей, это, кстати, мой знак. Я недавно, кстати, извини, тебя перебью, узнал, что Водолей это воздушные стихии, знаю. Да, это не водичка. Какого хрена? Я практически проспорил бабки. Я же слышу вода. Ну да, логично. А вода, это, оказывается, скорпион, рыба и рак. Да. А Козерог, кстати, просто он по земле бегает. Козерог точно земля. Зева, Зева. Зева, Зева. Это я знаю, что. Козерог, Дева и весы, это земля. Хотя весы тоже, по-моему, воздух. Черт, я плаваю в этом дерьме. Ну ты, значит, водный знак расплаваешь в дерьме, согласись? Ну вот как-то земляной, а Водолей точно воздушный. Да, это я знаю. Неожиданность для меня явилась. Понимаешь, он воздухом льет, дует, гонит воду. Ну тут можно много размышлять, давай не будем сейчас. Мы на том уровне, разработчика, то есть Водолея, нравится всем менеджерам. Все хотят его в команду. На это есть несколько причин. Во-первых, Водолеи никогда не останавливаются на достигнутом. Стремятся бесконечно кучать. всем подмасливают. Тут вообще всем круть. Да. Вот. Ну короче, в общем, вы поняли, Водолеи это круть. Благодаря развитому воображению, Водолеи имеют склонность к созданию компьютерных игр. Обосраться. Рыбы. А что вот за стрелочки? Что такое? Рыбы, рыбы. И тут стрелочки, хрень. Ну вот, не понять бы, что фронтенд на этих стрелочках. Возможно, сейчас это какой-нибудь логотип Vue.js нового. Но по-моему, нет, у них просто Vue написано и все. Ну слушай, обновить браузер. Это что-то баянное, но я теперь не понимаю, что происходит. Ну ладно. Короче, напишите в комментариях, наверняка мы самые глупые люди в мире, это какой-нибудь обычный CSS3. Я пытаюсь даже абстрагироваться, так сказать, отодвинуть, как это, в стереокартинках сузить глаза. Ну все, пытаюсь, не получается. Выдавить шнур, выбить стекло. Рыбы, код этих программистов уникален. Они не любят искать готовые решения, они любят творить сами. Именно поэтому первая фраза этого программиста при получении чего-то проекта будет «Переписать!» В общем, вот такие вот, пацаны-твари. Получите, короче, городскоп и распишитесь. Светские новости закончены, а у нас разработочка. Да. Но перед тем, как пропустить пару римашек тем разработки, мы зайдем, заходя в бар, мы видим бармена, который тебе говорит, как обычно, «Хай, васап?» И говорит... Сразу как у Тарантино. Сразу рассказывает анекдот. Короче, вот стоит стакан, бармен, мать твоя, я носу этот стакан, не пролью ни капли, вот так через всю комнату. Потом он ссыт на бармена, ссыт на столько, ни капли не попадает, мать его, грёбанный стакан. Знаешь, бармен, в чём шутка? В том, что я поспорил вон с тем чуваком, что зайду к тебе, басу тебя, весь твой бар, твою мать, всю твою стойку, столь я, всех твоих посетителей, а ты не то, что меня выведешь, отсюда ты ещё рад будешь. Вот. И это всё, этот анекдот, к чему ведёт нас? Потому что Smart Tape, он как вот тот чувак, который всё обоссал. Он как бы, этот хостинг замечательный, который мы уже каждый раз рекламируем его, я не побоюсь этого громкого слова, реклама, мы действительно рекламируем этот хостинг, потому что нам самим так нравится, Саня сейчас расскажет даже почему так нравится, не потому что рекламирую, а потому что нравится. Да, хочется сразу вспомнить эту цитату из Крылова, который на первом канале был. Замечательный хостинг, замечательный. uwebdesign.ru slash smart tape. Пожалуйста, возьмите, пройдите и по нашей реферальной ссылке попользуйтесь. Вот такой доступный хостинг. Все варианты для вас. Безлимитный хостинг 2.0, VPS хостинг, аренда серверов, все виды услуг по размещению ваших проектов, естественно, вас там не разместят, не надеетесь. Но вот нам, например, оказали отличную услугу, огромную. Рассказывай, пожалуйста. Мы, как настоящие сапожники, которые без сапог, мы находились на безлимитном хостинге 1.0 все еще, на котором еще ISP-менеджер четвертой версии и перестал обновляться, и вообще тухляк. И как-то мне стыдно стало за это перед самим собой, перед вами, уважаемые подписчики. Думаю, надо обновиться. Ну, наш uwebdesign не на безлимитном хостинге, к счастью, находился, поэтому, да. Но все мы помним классические проблемы старого безлимитного хостинга. Мы даже не будем это замалчивать, не будем... Да нет, мы просто еще 1495-е клиенты по счету. Да, мы как бы давно здесь сидим и у них там сидим. Ага. Так вот, и мы-то этот, просто это еще и второй, второй раз купленный наш безлимитный хостинг. Изначально мы еще более ранние клиенты. Ну да, да. Это уже было куплено там позже, но неважно. В общем, у нас там все еще на shared 15 сервере отваливалось все. Там еще в... По 504, по 502 ошибки, по 500 даже иногда все отваливалось. Угу. Очень неоптимизированный был PHP там настроен. А теперь, я думаю, надо, так нельзя жить. Пишу я в техподдержку, говорю, ребята, перенесите нас, пожалуйста, на безлимитный хостинг 2.0. Please. Они говорят, ну слушай, друг, нельзя просто взять перенести по Boromir. Нужно сначала оформить безлимитный хостинг 2.0 оплатить. Потом мы тебе туда его перенесем. Ну, короче говоря, нагнали мне жути. Я говорю, ну слушайте вы, ну как бы, блин, я же плачу все-таки услуги там туда-сюда. Да, октября, собственно, оплачено. Да, и хоп, финансовый отдел вклинивается и говорит, блин, Санька, все сделаем вообще. Ты только скажи, какие тебе домены перенести. Я говорю, мне, пожалуйста, все мои 13-14 доменов, их не помню сколько. Не поленились? Да, все говорят их на новый. Они такие, ну надо только заказать безлимитный хостинг 2.0 сначала, как бы, а потом мы там уже с бабками порешаем. Я думаю, утро вечера мудренее, ложусь спать, просыпаюсь, а у меня уже бесплатно триалку сделали безлимитного хостинга 2.0. О! Я уже только пишу, я говорю, да, вот все домены перенесите. О! Вы, говорят, уже заказали. Я говорю, да как бы даже вот не то, чтобы Дед Мороз мне заказал по ходу дела, потому что мне бесплатно неделю его дали, чтобы вот сейчас вы перенесли, а потом мне перерасчет сделали. И на самом деле у нас уже до этого был опыт переноса доменов на смарт-эйпе и переносили нам там неделю парочку битрикс-сайтов. Упаси господи, не только битрикс разных. А тут за полдня мне это все перенесли, все 14 доменов. Так. Перекинули все бабки. Так. И я вот довольный сейчас вам сижу, это и рассказываю. Ну согласен, вот это прям, вот так надо работать. Уровень поддержки, уровень сервиса смарт-эйпе достиг таких высот. Это уже как-то американский сервис, да? Это прям вот, там уже аватарки у людей стоят. Я в глаза Вячеслава смотрю и Павлу. Согласен, это что-то охренеть. Я сам не ожидал. Я не помню, правда, Вячеслав и Павел или они были, но двум людям я смотрел этим в глаза, в честные. Я даже свою аватарку туда поставил, чтобы они тоже зрительный контакт наладили. Потому что вот yourpdesign.ru slash smart tape сервис высшего уровня, просто космического. Ну вот да. Короче говоря, первая тема дельные советы написано в слэке. Не вредные советы от Григория Остера. Отдельные. Отдельные. От зеца какого-то. От Даниэла Кхана. От Даниэла Крейга. Если бы. Написано, опытный разработчик 17 лет опыта дает дельные советы. Нам предлагают. Даниэл Крейг, кстати, еще на один фильм о Джеймсе Бонде будет, собственно, Джеймсом Бондом. Он нам позвонил, рассказал. Я считаю, это прям... Это победа. Я говорю, блин, Даниэл, старина. Я рад, что ты согласился. Наконец-то. Хоть... Просто были слухи, что нигера какого-то пустят. Да, да. И хотелось прямо сказать, что этот нигер себе позволил. Опытный разработчик 17 лет опыта дает дельный свет. Значит, звучит как описание на порно-сайте каком-то. Давай начнем с того, что вообще есть ли люди с 17-летним опытом в нашей сфере? Слушай, вот он прям пруф-пики прикладывает. Чтобы ты понимал, 17-летний опыт в 2000-й год он начал. Я вот в 2000-м году уже флуентли сидел в интернете на модеме. В чат-комнатах. Ну, то есть, по факту можно было начать. Конечно, господи. Уже тогда были... Ну, сейчас мы посмотрим, как он начинал. Здесь есть скрины. Давай, давай. Вот чувак такой... Погоди, он занимается тем, что он всем доказывает, что он 17 лет уже разработчик? Да, да. Это его основной вид деятельности. Отлично. Этим и зарабатываем. У него просто, знаешь, это как начни, закрой веб-студию и начни жить. Вот он... Я веб-разработчик уже 17 лет и вот что я понял. У него есть такой доклад. Он его дает, я так понимаю, на разных конференциях. По факту он Node.js-разработчик нынче. Хорошо. Так вот, смотри здесь в его честные глаза. Он не то еврей, не то идуст. Ну, такие, если честные. Вот, да. Допустим. Согласен, нечестные какие-то глаза. Вот. В Dynatrace он работает в компании. Некоторые, чтобы это не знать сейчас. Значит, была я на PlayStation и первая игра Dynacrisis. Она жутко страшная была. В нем, как в Silent Hill дерьмовое управление абсолютно. И ты там из карты в карту переходишь, там жутко... Ну, японцы подделали, как обычно. Наверняка. Я сейчас даже Dynac... Это прям... Я считаю, это относится к нынешней теме, потому что я лучше про него меньше скажу, но зато посмотрю, где Dynacrisis. Там Konami какие-нибудь. Серия игр в жанре Action Adventure, созданная Capcom. А, ну Capcom, да. А, это тоже японцы? Да, по-моему. Слушай, я вот сейчас не берусь. На данный момент состоящий из трех игр. Первая и вторая часть вышли на одной платформе, а вторая, как Dynacrisis 3, на эксплуизированную на Xbox. Первая вышла на PlayStation, Dreamcast, Windows, PSN. И да... Да-да, японцы, Capcom, конечно. Ну, короче говоря, там было несколько... Ну, собственно, в США у них тоже есть теперь штаб-квартиры. Ну, короче, ключевая фигура Кензо Цудзимото. Ну, там обитель зла Resident Evil. А, это все они, да, сделали? Твою мать. Capcom также активно работает как оказатель-локализатор западных продуктов. Примером может быть Grand Theft Auto. Но премьер. Они именно в Азии ее издают. Что за Grand Theft Auto, кстати? Игра классная. Не слышал про эту серию, в принципе. Так вот. Ну, и что там этот 17-летний-то? А, он вот на Node.js, на Node.conf давал этот доклад, и он говорит, вообще, у меня не только что опыт в 17 лет, я кроме этого еще и давно за компом. Вот они, говорит, в 97-м году покупали вот такую приблуду. Silicon Graphics O2. Силиконовые титьки покупали? Да, это компьютер такой. Вижу. На самом деле, дикий хай-тек, там сверху вот CD-ромчик я вижу. Снизу всякие кнопки турбо классические. Reset, Power. И они фотографировались на веб-камеру уже в 97-м году. Есть картинка, здесь, естественно, шутка, что справа. That's me in 97 with my first webcam picture on the right. А я не узнал, кто из них он. Ну, самый противный, правый, да, твою мать, я хотел избежать этого, но тут он... Ладно. Ну, ладно, продолжай. В 98-м у меня, говорит, уже вот такой был сайт My Cats. Кроме шуток. То есть, возможно, даже больше 17 лет у него был. Красавец, красавец. Ну, то есть, он, видимо, это не засчитал как сайт. И даже вот та книга еще не была написана, Google and the Error Message. Ну, это шутливая, естественно, книга. Ну, потому что там Orly. Да, да, да. Ну, и в том смысле, что тогда, говорит, ну, он пытается нам сказать, что такой сайт даже сделать изначально это было до хрена делов, потому что нельзя было просто нагуглить, а как делать сайт? Надо было, твою мать, сидеть и пробивать башкой это все. Да, да. Ты как-то на меня сейчас так смотришь, как будто я просто насрал на микрофон и что-то вот так. Я пока только в уши насрал нашим подписчикам. Ну, окей, так. Не было, говорит, ни Google, ни Facebook, ни GitHub, ни Wikipedia, ни Stack Overflow, а его сайт MyCats уже был. А этот, интересно, был какого? Craigslist. Давай посмотрим. Я готов. У нас интерактивное обсуждение этой темы. Мы меньше на это потратим. В 95-м году уже был Craigslist, так что Craigslist-то был. Ё-май. Возможно, на нем он и спрашивал у всех, как кодить. Короче, раньше, говорит, были такие штуки, News Groups называлось. Почти, говорит, как имейлы, только не имейлы. Ну-ка. На самом деле, я до сих пор не могу описать, как работают News Groups, потому что по факту они все еще работают. Например, у них Google Plus есть Groups. В смысле, именно... Ну, короче, говорят, чуваки, которые хром делают, они все еще в этом дерьме общаются. И это каким-то образом связано с... Помнишь, я тебе раньше рассказывал, есть, короче, другой интернет, который там чуть ли не по TCP и IP работает, где детскую порнуху раздают. Ну? Это как-то с News Groups тоже связано. Я уже вот все забыл. Ну, видимо, это не столь важно в нашей жизни, особенно для наших фронтендеров, которые нас слушают. Конечно, для них гейское порно и нормально себя. 99-й год, 17 лет назад. Я пишу в Square News Group вопрос. Ну, не ты, а вот этот пацан. Конечно, я про Дэниела Кхана или Дэйва Кхана. Дэниела Дэниела. Дэниела. Можете смотреть. Действительно, он же Крейг, точно. Я, говорит, не умею писать базы данных в вебе, но у меня база данных на десктопе. Да, говорит, Microsoft Access. У меня, говорит, хостинг поддерживает MySQL, но я даже не знаю, что это значит. Он говорит, и я, правда, не знал. Но зато я знаю, как работает запрос. И, говорит, нет, походу, все-таки я и не знал, как он работает. Смешно. Ну, в общем, ему весело смотреть, что он тогда писал. И вот, начиная с 2000-х, он уже в Perle работал. Красавец. И вообще, говорит, я тогда думал, что я умный. Оказывается, нихрена я не был умный. В общем, я, когда обновлял базу данных, я, говорит, ее удалял и заново писал. Я, говорит, не мог апдейт нормальный написать. То есть, вот вплоть до такого он нам исповедуется. Да нет, ну, ладно. И он, естественно, говорит об эффекте Даннинга Крюгера, твоем любимом. Причем, здесь To Danning Kruger, а на его слайде Dunning Kruger. Что-то он меняет. Ну, это, видимо, шутка. Don't know, как Dunning. Нихрена. Здесь какая-то хитрая игра слов, тем более у него слайды вот в форме этого, типа, знаешь, как немое кино. Слайды, немое кино, да. Ну, молодец, прикольно сделал. И для наших подписчиков напомню, что эффект Даннинга Крюгера это тот самый эффект, когда ты получаешь знания и твоя, так сказать, самооценка и честь в этом, чувство собственной важности в этот момент, оно сначала возрастает по параболе экспоненциально. Дико, причем. Резко подскакивает. Да, пока ты учишь. И только потом она начинает резко спадать. Когда ты все больше и больше, да. Когда ты понимаешь, что, блин, я, походу, все-таки не знаю ни хрена. Блин. В какой-то момент пересекаются две линии, а вторая линия, чтобы вы понимали, это реальный уровень вещей. Соотношение знаний и потраченного времени, он, на самом деле, практически линейный. Так. Ну, как бы вот нелинейный, чуть-чуть как гиперболы. Вот он к асимптоте определенной стремится. Простите меня за мой геометрический. За мой математический. Тригонометрический, да, математический. Так. Вот даже где-то пересекается. И потом, на самом деле, есть момент, когда ты начинаешь, блин, все-таки я ни хрена не знаю. А по факту, ты уже достаточно до хрена знаешь. Уже кокетство начинается. Ну, это так. Напомню, что такое эффект Даннинга Крюгера. После этого, говорит, я пошел в банк. И мы пошли в банк. Они компанию начали. 15 тысяч евро взяли, чтобы сервер сделать себе. Так. Понимали семиуровневую модель оси, о том, как вообще сеть работает, какой протокол, физический уровень, транспортный, сессионный, презентационный уровень приложения. Это достаточно важная информация для всех системных администраторов, ну и для веб-разработчиков в том числе. Это просто помогает вам понимать, вообще, что вы воротите, что делаете, как работает веб-сервер, патч, протокол. Это полезная хрень для оптимизации. Чтобы вот вы, быстро сайт ваш работал, надо понимать, как веб-сервер вообще отдает файлы. Статику, не статику, как он с интерпретатором взаимодействует, ну и так далее. Ну и говорит, я понял, что нужен фоллстек. По крайней мере, понимание какое-то. Потом говорит, в 2002-м закончился мир. Я не совсем понял, что именно произошло в 2002-м. Я прям реально прошу у вас пояснения, уважаемые подписчики. Потому что он говорит, мне кажется, началось с bu.com. Это был один из стартапов, которые, в принципе, модный магазин сделали. Ну и тут у них The Boo Party какой-то просто, ну, сайт с... Ну, типа, не интернет-магазин, я так понимаю, тогда даже таких понятий еще не было. Ну, просто сайт, рекламирующий моду. И... Людей нанимали до хрена. Вот с 10 человек до 100 за 2 месяца расширилась компания. После этого bu.com сломался. В смысле? Вот я не понял, что произошло, но какой-то обвал, то ли на рынке акций. Может, сервейки просто сломались? Да хэ его знает. Погорели. Ну, вот технологический пузырь это называют. То есть, у них был, так сказать, фик... фиктилищес вэлью. Короче говоря, вот как с рынком ипотеки было, что выдавали кредиты, а по факту ничего под этими кредитами не было, их никто не платил. Вот так же с сайтами произошло. Это boom.com называется. То есть, я даже слышал это в русском обиходе, вот это все. И оно схлопнулось очень сильно. То есть, оно росло, и по факту IT-рынок на тот момент гиперинфлирован был, простите за вот это слово, 3,7 триллиона примерно насчитывал долларов. Хотя по факту стоило это 1,1 примерно. То есть, если смотреть реальную стоимость. Что, кого, ну в общем, какой-то пузырь произошел, все схлопнулось, и очень жестко прям все по миру пошли. На биржах NASDAQ конкретно здесь все это смотрится. Нихрена, он что-то уже погружается в Баблинский. Он это видел просто перед собой, он банально уже работал в тот момент, и он тупо очевидец событий. Ну и тут есть комментарии, что типа чуваки вспоминают, что это было в натуре брутально, все прям остались без работы. И 2 года прям хреначил рынок, то есть, 2 года оправлялась ситуация, 2 years down здесь на графике, что, ну я так понимаю, с 2004, получается, опять пошло в гору, и сейчас более или менее идет без пузырей. То есть, конкретно капитализация компании, стоимость их акций, она соответствует довольно-таки действительности. То есть, подкреплено, я уж не знаю, в золоте у них там подкреплено, или в чем, но да. Но здесь картинки, что will code HTML for food, что в принципе, да, здесь на померу все пошли. К чему он нам это все говорит? Дескать, я-то все помню, и здесь будет мораль. А мораль в том, что кукуй железо, пока горячо. Make the hay while the sun shines. Идиома американская звучит так, делай стог, пока солнце еще высоко. Ну, это про ковбоев и рабов, скорее всего. Тоже может быть, да, я бы не подумал об этом. Хотя рабы, они, по-моему, работали на кукурузных уже полях. Они ночью работали по хрену. Им по хрену. Они даже, когда солнце уже низко, все равно стога делали. Стоги. В общем, нужно всегда быть готовым к дерьмовым временам и не конкретные технологии учить, а фундаменталс. Он к этому, как ни странно, клонит. Не с хрена, да, так вырулил. Да, то есть, например, курсы, говорит, показывают, что Мартин какой-то Одерски. Мартин Скорсезе. Если бы. Мартин Одерски, который изобрел скала, он, в принципе, ведет курсы не просто там скала, а функциональное программирование на примере скалы. То есть, он так-то обучает функциональному программированию. Дескать, даже если скала завтра схлопнется, ну, так, то вы хотя бы функциональную нуху будете. Хотя бы основу вы будете знать и не пропадете. И поэтому пишите, говорит, код для будущих будущих, будущих себя. Он рассказывает, как он вникал в приложение в 15-м году, которое он написал еще в 2004-м, PHP-шные. И говорит, в принципе, oh my god, which idiot did this because this code doesn't make sense. Что за идиот это сделал? Хотя, по факту, это он сделал. Ну, и опять же, он говорит о том, что вот, ну, не надо вот это распыляться на какую-то конкретную технологию. Вы, если хороший программист, вы учите это, а инструменты, они уже приложатся всякие. То есть, так-то он на Node-конференции, я напоминаю, это говорит, и, видимо, он спускает пацанов на землю, которые к нему пришли, про Node-у расскажи. А он и говорит, блин, чуваки, вы приосадитесь, сегодня нода, завтра говно. Хренода. Да. Майк Шинода. Из Линген Парк. Нихрена, ты крутой. И говорит, вы постерегитесь переписывать вот все. Потому что вот здесь есть график у него опять, что вот развивается конкретная система по какому-то закону, здесь по закону шпильки, так я это назову. И если вдруг вы переходите на систему, на новую какую-то платформу, ваша система резко теряет количество фич. Здесь, видишь, красное вот это вот падение. Просто из-за того, что пока вы навостритесь с новым и так далее, у вас прям просадка конкретная будет. Сразу могу привести реальные примеры жизни очень коротко. Поликлиники в 2011 году или 2012 обязали Минздрав, обязал пользоваться программой Медик Плюс для ввода электронных карт, учета там, посещения пациентов и так далее. На самом деле, для чего это сделано? Ну, во-первых, типа для удобства, типа модернизации, типа высокие технологии, но по факту сделано для того, чтобы было очень удобно сдавать отчет в ФОМС, то есть получать бабки со страховых за людей, которые обращаются по полюсу обязательного медицинского страхования. Так вот, программа не очень долго просуществовала, была достаточно медленной, но дело даже не в этом. Пришел новый министр здравоохранения, навязал новую программу, БАРС, которая действует и поныне. И вот в переходный момент на самом деле очень сильная просадка произошла у ЛПУ лечебно-профилактических учреждений, потому как не могли так быстро переориентироваться на новую программу, не сразу были введены все фичи, которые нужны в БАРСе, просто в силу того, что, ну, на практике только такое понимается, что там где как и надо, хоть какое-то З подробное напишешь, все равно возникнут определенные проблемы. И вот эти полтора года и отчеты хреново сдавались, и некоторые посещения были потеряны, и, в принципе, уже вот жизнь была потеряна. Поэтому вы переходите на какие-то новые системы достаточно с осторожностью, будьте уверены, что первое время, как в электротехнике, будут переходные процессы. Сначала зашкалит у вас все, прям надо выдержать этот момент, а потом более или менее уже как-то пойдет. Поэтому нужно взвесить все за и против для того, чтобы походиво так что-то менять. Ну и здесь он до реакта скатывается, что вот Facebook нам говорил, когда представляли реакт и Flux, что, дескать, вот МВЦ у нас не сработал, а мы всего лишь хотели, чтобы у нас счетчик уведомлений хорошо работал. И показывают модель МВЦ, и в комментариях робко замечают, что у вас вообще-то не МВЦ нарисован, у вас корявый был МВЦ. У вас вкус отклеился. Да, из-за этого все проблемы, из-за того, что у вас корявый, просто МВЦ. И вам надо было изначально просто концепцию нормально придумывать, а не Flux потом придумывать. Ну, в общем... У вас Flux отклеился, извините. Да. Не надо на фреймворке полагаться, это всего лишь чей-то чужой код. И всегда нужно думать нахрен, мать вашу башку. Это просто он здесь так и пишет, я проскролливаю, опять же, походя, потому что я-то это читал, я вам прям выжимки говорю. По учителям, я-то это знаю. Да, мне-то это не надо, не надо мне это говорить, вы это сами там для себя скажите, выйдите там. Там, кстати, дальше картон будет. Да, я уже проскроллил. В том смысле, что вы лучше, даже если используете чужое, вы через себя пропустите, что в случае чего, если что-то чужое сломалось, вы хотя бы знали, где подсмотреть, как подсмотреть и как это поправить. Потому что, говорит, вот я обычное приложение на реакте себе сделал, а у меня 13 зависимостей. Не дай бог, одна из них обрушится, вы даже не знаете, какие. Ну, классическая, в общем, история. Не дай бог, одна героинова зависимость. Да. Вот, поэтому вы не верьте всему вот этому, потому что я, говорит, гуглю NPM конвертировать HTML узлы. И, говорит, выходит примерно 313 тысяч результатов. Нормастик. И все разные. Я, конечно, понимаю, что если на первых двух нет, то в интернете нет. Но вот тут и на первых двух есть, и на всех остальных. Это разные пэкэджи. И, как бы, ну, проблемы могут возникнуть у вас. Какие будут все еще поддерживаться, а где меньше багов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Иногда проще написать самому. Он на полном серьезе это пишет. Ну, и здесь классические советы Don't repeat yourself. Принцип dry. Что, ну, как бы, используйте все, ну, если говорить, там, про сас какой-нибудь, в миксины все заворачивайте, там, в экстенды. Не надо дублировать Ctrl-C, Ctrl-V. Это плохая практика. Потом хрен запутаетесь, где еще что-то менять. A kiss, keep it simple stupid. Просто тоже о том, что вы лучше разбивайте системы на подсистемы, смотрите, как они реализованы, избегайте лишних осложнений. Вот такие вот советы от 17-летнего разработчика. Я вот так это назову, с опытом 17-летним. И да. Дэниел Хан, да. Отлично, отличная статья, я считаю. А у нас дальше многодетные мониторы, как у нас записано в слайке. Ну, да, было такое название. Frontender, прокомментировал. Ага. Прикинь? Почему я перестал использовать несколько мониторов? A single monitor manifesto. Как Mephistophel, только manifesto. Кто-то не знает, кто такой Mephistophel, я думаю. Не будем травмировать наших неначитанных. Согласен, согласен. Так вот, Corey House, почти как Corey Taylor, как Corey Taylor, да, говорит это, я, говорит, почему, говорит, я вообще закончил использовать разные, много мониторов. Много мониторов. И вот это действительно single monitor manifesto, то есть, манифест об одном мониторе, об единственном одном мониторе. И он тут сразу, прям с места в карьеру, говорит это. Многие же разработчики-то используют несколько мониторов у себя в работе, да? Это же продуктивно. Ставь лайк, если ты используешь несколько мониторов. Это же, говорит, уже прям подтверждено учеными, что это круть. Только, говорит, вы, говорит, не забывайте, что все, говорит, статьи, которые пишутся про multiple monitors, когда много мониторчиков, это все, возможно, спонсируется Dell'ом, например, или NEC. Ну да, производителями мониторов, иначе говоря. производителями монитора. А на самом деле, говорит, на самом деле, я вот в последнее время взял, заморочился, и сейчас использую только один монитор. И пришел только на один монитор, и я не один такой. Сейчас скажу, почему, говорит, потому что фокус. Нужно, говорит, фокусироваться. Вообще, чувак, люди, они могут фокусироваться на чем-то вот, на одной вещи, так скажем. Ну вот так, чтобы прям вот полный, потом тебя спросили, и ты знал, что ты, да, особенно если это разработка, особенно если это тяжелый какой-то труд, когда нужно огромное количество внимания. Вот. Это, скорее всего, одна вещь, и она будет, скорее всего, у вас на одном мониторе. Вот. Говорит, можно, конечно, рядом разместить всякие социал-мидия на другом мониторе, что не будет являться дополнительным подталкивательным продуктивности, так скажем. вашей работы. Естественно. Как-то сложно звучит, но да. Ну да, ну в общем, вы поняли, это вас будет отвлекать, если по-простому. И здесь, кстати, так прикольно изображено, вспомни, как в элементаре он сидит перед многими теликами еще в первом сезоне. Я не знаю, он дальше будет сидеть. Постоянно, конечно. Они вместе отсидят. Он смотрит, может смотреть, то есть там Шерлок в элементаре, он смотрит несколько сразу теликов, несколько записей, и сразу все понимает, и успевает уловить везде. Но вот я сомневаюсь, что вы такой, чувак. Я думаю, таких чуваков почти нет. Допустим, да. Ну допустим, да, но скорее всего нет. На самом деле, это вымысел художественный. О, ужас. Да, да. Вот. Он говорит, ну окей, давай. И я, говорит, начал пробовать. То есть, надо же как-то понять, вывести для себя, действительно, хорошо или плохо, какие мониторы, что, много, мало, один, большой, маленький. Говорит, я начал с чего? Я начал поставить себе охраненный 34-дюймовый LG. Причем, что вы понимали, да, это не просто телик 34-дюймовый, ну как бы такой, 16 к 9, а здесь именно вот... Это монитор, который с IPS-ом охраненным. И да, вот среди дизайнеров, типа, такие сейчас в тренде, еще изогнутые, когда такие, вот это вот 21 к 9, да, по-моему, который он тебя практически обтягивает. Да, да. Укутывает. Такую, говорит, поставил, ну, говорит, ну что, попробовал, сначала круто, а потом, говорит, я замечаю, что и неудобно. Ни одно приложение я на максимайз не делаю, то есть я не делаю его полностью развернутым на весь экран. Ну это, конечно, досвидосно, такое максимайз, ну что-нибудь, сразу спугаешься. Да, это во-первых. Во-вторых, я постоянно замечаю, ловлю себя на мысли, что у меня глаза бегают от края до края, естественно, пытаясь уловить вообще, что происходит с окном. От земли до него. Вот, да, да. От края до края. А, ладно. Вот, и короче, в общем, он понял, что нет, такая огромная хреновина это досвидос. Вообще, мы же с тобой знаем, что то место, на котором мы фокусируемся, например, книга, оно почему вытянутое? Потому что форму лица повторяет. Вот этот монитор только форму лица Стюи из Гриффина повторяет, ему, возможно, нормальник будет. Вот. Но не нам. И он понимает, что, ага, ну раз я не могу использовать много, раз я не могу использовать один большой монитор, может быть, я на одном маленьком как-то смогу спокойно выживаться. А какие плюсы маленького монитора? Не то, чтобы совсем маленького, но он выбрал для себя монитор в 24 дюйма. Reasonable sized. Да. То есть резонного размера, так сказать. Приемлемый. Да. 24 дюймовый монитор в диагонали. И говорит, многие вещи, которые вот меня заставляют типа смотреть на другие окна, то есть, например, если я хочу открыть другое приложение, посмотреть его состояние, я мог бы это типа открыть на другом мониторе, но чтобы меня он не отвлекал никоим образом. Так. Я могу использовать встроенные функции, например, virtual desktop. Например. То есть на Mac есть такая хрень, на Windows есть такая хрень, и на 24 дюймовых хренях ты спокойно можешь разворачивать вот эти вот виртуальные десктопы. То есть на Mac хоп, взял, смахнул. На Mac прям четырьмя, сколько-то, тремя пальцами влево-вправо делается, если какие-то есть. Примерами virtual desktop'ов можно назвать просто на полную, на фуллскрин открытые там плеера и так далее. Между ними просто тремя пальцами скролируешь влево-вправо и все. Да. Если какая-то у тебя то есть проблема, ты хоп, заглянул в другой экран, посмотрел, свернул обратно. Вот здесь есть лайфхак, пишет про то, что чтобы не делать пересортировку вот именно вот этих вот spaces, то есть вот этих вот окон, будем говорить. Окей. Ну, думаю, в принципе прикольно. В чем еще, какие еще плюсы у меня? Он такой, я вообще-то вообще вот когда выезжаю куда-нибудь или где-нибудь в кафе работаю, там просто тусую, я, говорит, хожу с макбуком прошкой пятнашкой. Хороший выбор. И, говорит, у меня экспиринс-то сохраняется, то есть когда я беру вот с собой могу про пятнашку, у меня в принципе оно не настолько меньше, чем 24 диагональ, это не как два, то есть это один, то есть у меня сохраняется экспиринс. Особенно с учетом разрешения, которое там есть. Я, кстати, прям при вас сейчас в мишен-контроле отключу вот это автоматически использовать последнее расположение пространств. Мне Никита тут случайно сказал, что это можно, и я прям даже охренеть. Это круто. Поэтому я включил. Грит, то есть я не пользуюсь двумя мониторами, я привыкаю к тому, что у меня все на одном мониторе, и, соответственно, выходя с одним макбуком, я могу спокойно ориентироваться в одном мониторе и работать с той же скоростью, с той же... Да, это просто дисциплинирование себя, я тоже свой экспириенс после этого расскажу. Ну вот, да, тем более ты, я знаю, вообще иногда скрываешь все, чтобы тебе ничего не мешало, только одно окно и работать в одном окне. Да, вот даже сейчас, уважаемые подписчики, это видят, я все уведомления, вот они у меня тоже сейчас отключены, и я прям в дзене, и не чувствую себя ущемленным в этом. Вот, да, ну и он дальше немножко небольшой рассказ про то, что почему же 24, 24 он попробовал, что действительно 24 это тот самый монитор, на котором надо, можно разворачивать окно и быть все еще сфокусированным на этом окне. Нужно 24-дюймовый монитор подбирать все-таки с охраненным разрешением 4К. 24-дюймовый, 24-дюймовый, с охраненным разрешением, вот, то есть, чтобы все было супер четко, супер хлестко, вот, и такой действительно монитор уже можно использовать для разработки и быть сфокусированным постоянно на одной задаче, на какой-то, быть продуктивным. Вот такая статья, пожалуйста. Ну, вообще, вот здесь у него просто прямо с беговой дорожкой это все. Или что, это какая-то кушетка? Наверное, все-таки беговая дорожка. Да, в натуре он с беговой дорожкой. В общем, например, когда я еще сильно много фрилансил, я, конечно, с двумя мониторами работал, как true freelancer, это круто, у меня затекала шея и уже начинала, так сказать, тупеть башка от того, что я туды-сюды смотрю. Так. Единственный момент, в котором, забегая вперед, я сейчас приемлю работу на двух мониторах, это, хорошо, два момента, извините. Первое, на одном мониторе я просто включаю какой-нибудь ролик и там всегда идет этот ролик. Я туда поглядываю просто вот там один раз в пять минут, вот так вот. То есть, в основном, я его слушаю, но иногда просто посматриваю, чтобы понимать, что происходит вообще. А второй случай, это если я верстаю, у меня на одном мониторе, ну, на основном, на ноутбуке, например, открыт редактор кода, а на большом мониторе у меня открыт браузер, который авто перезагружает с помощью CodeKit. И я просто, ну, опять же, я же все равно верстаю, я не каждую секунду сверяюсь, ага, плюс два пикселя, ага, еще три пикселя. То есть, в большинстве случаев у меня это все какими-то множителями сделано, и я не парюсь по поводу того, что что-то съедет на два пикселя. Поэтому я туда поглядываю, в основном просто посмотреть, как получается, в правильном ли направлении двигаюсь. То есть, это такой метамонитор, который нужен сугубо свериться. Я бы мог с таким же успехом virtual desktop для этого использовать. Вообще без базара. Да. Ну, просто, ну, как бы, если говорить о первом случае, где я смотрю какой-то ролик, я бы даже уже и не делал туда-сюда, чтобы просто все отодвигать для того, чтобы посмотреть на эмоции двух людей, которые на черном фоне разговаривают и рассказывают мне что-то про историю. Ну, это такое себе. Когда они на отдельном мониторе, я могу в их чистейшие глаза посмотреть, а когда мне для этого надо усилия какие-то делать, уже даже и не стоит. Не, знаешь, есть некоторые люди, которые работают и смотрят сериальчики. Я не знаю, как можно успевать программировать сериальчики, это для меня, это просто... Примерно так же, как вот я тебе сейчас описываю, что я слушаю, что-то про историю. Да, но сам сериал, ты понимаешь... Согласен, просто в сериал слушать это тупо, ты теряешь экспириенс. Ты должен быть желтым мозгом, ты просто досвидос, что ты должен быть. Ты либо суперумный, как Шерлок в Элементаре, да? Либо прикидываешься и у тебя и то, и то хреново получается. Либо ты и то, и другое пропускаешь, как вот сквозь пальцы песок. Да, да. Я думаю, вот второй вариант у большинства людей. Ну, напишите, кто у нас мозг, я хочу посмотреть на этих людей. Да, хотя бы на их нике, аватарке. Да. Вообще, и что касается, почему теперь на одном, потому что на работе часто мне приходится работать на рабочем компьютере, не на ноутбуке. Я ноутбук порой уже даже не открываю одновременно или одновременно, кому как нравится. Потому что у меня там здоровый 27-дюймовый монитор на работе, к сожалению, не 4К. Да, у тебя здоровый, я видел, в смысле монитор. Оу, е. Так вот, и ну, все нормально, помещается. Я больше собранным себя чувствую, когда я не отвлекаюсь с одного монитора на другой. Когда я приходил на работе, выкладывал и ноутбук, и на мониторе у меня был компьютер, я, честно, в результате ни то, ни другое не делал. Я просто что-то а-а-а, между ними. У меня внимание настолько рассеивало, что я в итоге все равно что-то вставал, там, чай пил, какие-то бумажки перекладывал, это просто хрень происходила. А когда ты уже себя дисциплинировал, что вот у меня вот это сейчас рабочее место, хотя бы там на ближайший там спринт, двухчасовой, полуторачасовой. На ближайшие 7 дней по Якубовичу. На коротенькие, да, на эти 7 дней. И это дисциплинирует, ты реально фокусируешься на конкретном этой задаче, ее выполняешь. И на самом деле это же мне помогло понять, что Windows 10 на самом деле неплохая система для работы. И вообще у меня нет к ней никаких нареканий, ни одного. Просто она реально идеально работает во всех приложениях, которые мне были бы нужны для работы. Поэтому вот я поставил все аналоги себе маковских приложений туда, кроме CodeKit. Даже PHP Storm поставил. Все отлично работает, не Source 3, все круто работает, синхронизируется. И на одном мониторе спокойно все это умещается. Я, конечно, virtual десктопы на винде не использую, не знаю, как их правильно там... Просто потащить за край, как обычно. Куда потащить за край? Ну ты можешь сразу на два разделить, например. То есть если ты просто потащишь свой, так скажем, вот этот весь десктоп, его можно потащить и сделать там вправо. А, за верхушечку. Да, смочить верхушечку. Я сейчас что-то у меня не получается, но тебе не можно. Это на восьмерке точно тащить вот так, а в десятке я уже так не пробовал. Ну пошел ты, короче. Ну в общем, да. Вот. Ну короче, надо будет попробовать, посмотреть, может быть, как-то даже мне это поможет. Хотя опять же, вот я уже даже к себе к тому приучу, что мне не надо столько окон, чтобы было на виртуал десктопа уже разделение. Я уже просто, вот у меня что поместилось, то поместилось. Да? Да. Окей. Закрывающая тема разработчик. У нас Эль Капитан прокомментировал. Ну я бы хотел, конечно, тебя спросить. Типа, слышь ты, Никита, а у тебя... Я точно не использую. Я вообще, я один монитор, я, знаешь, меня даже бесит, когда рядом второй монитор горит. Мне кажется, он мне в глаза светит просто и все, я вообще выключаю это дерьмо. Вот у меня есть монитор дома второй на столе, по сути. Я его выключаю, как только вот он не должен использоваться, я его сразу вырубаю. И, например, вот я когда видео кромсаю, так скажем, на наши ролики, я букву выключаю вообще. Просто ее гашу, потому что у меня там все есть. Телеграм есть, все есть, не знаю, там полная дубль с ноутбука абсолютно. Ну, вот видишь, как здорово. Еще верчил десктопы, там сделал, и нормально. Телеграм и премьерка в отдельных. Ладно. Managing yourself. Вот такой хэштег нам предлагает Эль Капитан. Express yourself. И другой фанк. Express yourself. Короче, pure scientific article для тех, кто спит и видит себя успешно. Мы спим уже, да. И видит себя успешно в будущем, но при этом пытается прожить жизнь другого. Ух ты, что делают? Stop reading lists of things successful people do. Тема о том, что надо немного приосадить коней и не читать вот этих вот 15 советов, как Уоррен Баффет достиг того, что он достиг. Это если вкратце, а если чуть-чуть подробнее, то мы, говорит, все любим читать вот эту вот how to succeed, вот эти типы статей, которые как стать успешным. Десять навыков, которыми владеют все успешные люди. И там прочие вещи, типа, знаешь, вот Сукерберг ходит в футболке грязной и не парится о том, что он там как-то не так выглядит и так далее. Все вот это опровергается здесь в hbr.org. Ну, давай, что говорят? Почему нельзя читать? Я, может, хочу. Ну, вот, говорят, что не надо, потому что никогда нельзя знать наверняка, на каком этапе эти люди начали делать вот то, что делают. Ну, то есть, допустим, вот смотришь ты на Дурова, а да, у него сыроед, или как там он, кто он? Ну, допустим. И ты такой думаешь, вот буду сыроедом, стану успешным. Это глупый пример, давай я что-нибудь помню. тут здесь подобные примеры. А, окей. Просто большинство, на самом деле, вещей, они настолько же анекдотические, насколько то, что я тебе сказал. Здесь просто evidence is anecdotal. То есть, никогда ты не можешь понять, что было первым, курица или яйцо. Я понимаю, то есть, имеется в виду, что человек себя сначала собрал в кучу и сделал себя крутым чуваком, а потом перестал кушать. Именно это стало следствием успеха, а не его причиной. Ну, понятно, да, что если ты вдруг начал собирать корни с земли и жрать грибы, просто так, не готовые, да? Да, у тебя, наоборот, не было сил, ты ни хрена бы не добился. Ты стартайпером стали. Да, и все. То есть, здесь опять же, там вот там, Стив Джобс, там, Майкл Дэл бросили институт и поэтому они стали суперкрутыми. Они бросили институт после того, как они, твою мать, компьютер смогли в гараже собрать. Ты сначала попробуй собери компьютер в гараже с нуля, из говна и палок, а потом бросай уже институт, базара нет. При том, что они собрали компьютер тогда, когда еще его никто не собирал. В том-то и дело, когда еще просто вот Бессом и Мессом были на полкомнаты, они Personal Computer сделали. Personal Computing Machine. Я потом внутрь и бросил, я вообще все бросил. Вот так вот именно. В Тибет бы уехал. Как и сделал собственностью. Вот да, после того, как его выгнали из Эппла в 97-м. Или он только вернулся в 97-м. Не помню, неважно. Хотя, казалось бы, я должен это знать, но не помню. В общем, всегда нужно понимать, что failures are silent. Здесь вот сказано про Черный Лебедь, я не смотрел, но вот немножечко говорят о том, что Цицерон сказал о греческом поэте каком-то Диагоросе. Окей. Что типа, вот были эти чуваки-моряки, они помолились и не утонули. Только, говорит, как бы выжили-то не все моряки, а молились-то скорее всего все. А мы думаем, что они выжили, потому что молились. Но только те, кто утонули, они, по-моему, тоже молились. Поэтому тут, говорит, невозможно знать, а вот молитва ли сыграла или просто им повезло. Потому что те, кто еще раз, говорю, утонули, они тоже наверняка молились. И тогда очевидно, что молитва ни хрена не сыграла. Потому что как-то уж избирательно это получилось. Но здесь говорится о том, что никто не знает, сколько раз перед этим там еще Стив Джобс там говно жрал. Об этом он уже не скажет никому, к сожалению. Уже не скажет. Ну и да, да и не сказал бы. Редко кто о своих неудачах умалчивает. А мы все думаем, что у всех путь был такой, без облачной. Да там на самом деле, даже вот вчитаться в его биографию, я уверен, там столько фейлурей было. Так это до нас дошло сколько фейлуров, сколько он говна пахал. С детьми там у него, с чем у него только не было проблем. Там много проблем. Вот вы думаете, это все цена за то, что он стал успешным. Поэтому кроме этого всегда success is personal. Пункт о том, что каждый человек он свой путь прошел. Никогда нельзя просто взять спроецировать путь Уоррена Баффета на себя и у тебя так же сыграет. А вдруг у тебя банально нет той же выносливости и той силы характера. То есть ни для кого не секрет, что там сельские жители при должном стечении обстоятельств, при равном стечении обстоятельств добиваются больше, чем городские. Они банально менее разбалованы и они способны пробивно, так сказать, действовать. Понятно, у них там культура жизни немного другая, но я сейчас не об этом. Я сейчас просто о воле к борьбе и о том, что нужно жить как-то и цепляться за жизнь руками, ногами, когтями. Ну, здесь, видишь, давай так, я немножко типа поспорю плохого, хорошего копа. Ну-ка, давай. Здесь, в этой статье, чувак хочет сказать о спи... Так скажем, когда человек обращает внимание на... Допустим, вот я читаю, опять же, Дурова, да? Ну, там биографии его, какие-то, я не знаю, что там, какие-то его отличительные особенности. Дурова, и думаю, сыроед круть, буду сыроедом. Это не те вещи, на которые надо смотреть. Вот если бы Дуров, например, написал список, а он написал примерно такие же списки, там, из десяти, условно, то, что ему помогло, там, стать крутым, и там в одном из, там, пунктов было бы, например, читать какую-то литературу умную. Вот это, в принципе, можно использовать. То есть, тем, что ты будешь читать литературу умную, тебе хуже не сделает, тем, что ты, ну, тебе, по крайней мере, не сделает хуже, да? И, по крайней мере, как-то что-то тебе даст. А вот если ты просто будешь сыроедением заниматься, ну, это тупняк. Ты как бы косишь под Дурова, но тебе это ничего не даст. Ну, вот да. Здесь это разные вещи, то есть, надо понимать, одни вещи, которые можно заимствовать у людей, а другие вещи, лучше вообще на них не обращать внимания, это как бы твой путь. Вот две вещи хочу сказать. Во-первых, по поводу твой путь. Мозги-то у всех разные. Да. И ты как бы, тоже, может быть, хочешь стать крутым, но ты в другом, у тебя предрасположенность, стать крутым в музыке, твоей мать, а не в IT-технологиях. Например. Если ты будешь пытаться читать IT-книжки, говна просто поешь, в результате скатишься до того, что будешь ТНТ сидеть смотреть. Не, ну, это мы не берем, мы взяли чувака идеального, который, вот он точно айтишник будет, да, и он считает дурова, например. Не важно, это все равно действует индивидуально. У кого-то будет аха-момент в момент прочитывания там Гая Кавасаки стартап. Гая Фокса. А у кого-то, да, от Шекспира будет аха-момент, причем тоже в IT. Это все вот синапсогенез, если угодно, он настолько внезапен, каждое утро ты просыпаешься, у тебя пять новых связей образовалось, три отмерло. Половых. И да, естественно. И как бы комбинации вот эти, они бесконечны для каждого человека. Не выспался ты вчера, сегодня уже ничего не образовалось у тебя, провал, и да, то есть тут как бы очень много чего-то висит. Ты сыроед, конечно, ты похалывал, у тебя уже только отмирают связи, а ты не замечаешь это, тебе нормасик. Да. Это первое, что я хотел сказать. А второе, по поводу чтения, ты говоришь, там, великих и так далее. Вот один чувак, профессор, сказал, вот, меня, говорит, часто спрашивают, что почитать про экономику? Я их спрашиваю, а вы Капитал Маркса читали все тома? Они говорят, нет. Он говорит, а зачем вы меня спрашиваете, что почитать, если вы еще великих не читали? Вот, да. Какой смысл вообще невеликих читать? Вы как бы великих-то за свою жизнь не успеете прочитать. Зачем вообще читать другое что-то, допустим? Да, да, да. Поэтому вот надо... Здесь даже, да, то есть я думаю, что человек умный более-менее, он даже не будет смотреть, так скажем, на список каких-то вот, да, каких-то таких редких книг, которые там советуют условный Уоррен Баффет. Они уже и так Маркса хотя бы читают. Вот именно. Они уже после того, как Маркса прочитают, им, мне кажется, придет видение, а что дальше считать? Вот, да. Просто проснешься, опять же, и уже знаешь, что водку вот так сделать, по Менделею. Да, вот. В общем, вот так вот Эмри Сойер нам написал здесь в какие-то Эйзи Эйнгер Юниверсити в Стамбуле. Ну, охренеть. Дурак какой-то, да. Давай, короче, типа темы слушателей. Да, прям даже без типа, а темы слушателей. Вафа Абзи прокомментировал. Расскажите, как вы пришли к решению записывать подкаст? Хочется услышать романтическую историю или не романтическую? Интересно просто, как появилась идея такая. Дура прочитали, короче, он сказал, что записывать надо подкаст, чтобы стать успешным. Мы, на самом деле, видишь, уже рассказывали про это. И это было хрен знает когда. Ну, давай просто напомним себе. Теперь уже и не вспомнить. Да, тут как бы и себе хочется напомнить, потому что я каждый раз у тебя слушаю, как мы это решили. Я сейчас тебе расскажу. Самый я решительно ни хрена не помню. Да, я тебе сейчас расскажу, а ты по ощущениям скажешь холодно или горячо. Так. Вот. Я как помню. Мы, короче, еще когда был Трихаус, точнее он все еще... Просто почему мы еще Трихаус начали смотреть? Давай так. Трихаус пришел от CSS Tricks. А, да? Толсточа. А, у него же реклама была. Это все сквозь толсточа. CSS Tricks пришел из-за того, что мы начали увлекаться веб-технологиями и знали английский. И просто его загуглить можно легко. Да, то есть, ну, мы просто, если бы мы не знали английский, мы бы испугались, как говорил наш преподаватель. Заглянули. По моделированию. Шел, увидел машину Фон Неймана, заглянул, испугался. Вот заглянули бы в CSS Tricks и испугались бы. Вот. Сквозь CSS Tricks дошли до Трихауса. Трихаус — это платформа, на которой обучаются люди всякому разному, в том числе и веб-программирование. Там же сейчас много всего, уже не вникаем, но тем не менее, там можно, туда можно еще заглядывать, не как в машину Фон Неймана. Там причем нормально. Там даже ангуляру, реакту крайне мучат. В общем, да, Трихаус, ну, на английском. Окей. Увидели Трихаус, и там, кроме того, что обычно есть обучающее видео, есть их классическое... Было. Было. Они его закрыли. Да, они закрыли его еженедельно или там ежемесячно, я не знаю. Трихаус-шоу. Трихаус-шоу. Было еженедельно. Где два чувака просто за ноутбуками что-то базарит. Мы что, мы просто реально по-дурову на них посмотрели и захотели так же. Мы на них посмотрели, и мы такие, ну что, можно что-нибудь такое прикольное. У нас была идея типа ее веб-дизайн-шоу сделать. Вот. А потом, ну как-то это все вот сюда сели и начали записывать. Я на тот момент же уже писал на Лузлоуми. Писал. Наверное. Я уже там про типографику какие-то статьи писал, там про шрифты. Ну что-то было. Но, не, юб-дизайн-подкаст, он родился после того, как ты уже записал несколько видосов обучающих. Он родился после того, А их мы с чего вдруг начали описать? Просто там, а там у нас был обзор, у нас был обзор. Я помню самый первый САСа. Да, то есть вот эти все начальные видео, которые уже по 50 тысяч просмотров. Почему вообще решили мы записывать ролики на YouTube? Я даже этого не помню. Ну, видимо. Слушай, ты сейчас мне уже опять расскажешь, а как изобрели бутылку? Вот ты мне такой. Вот я до этого хочу найти. Это слишком сейчас сложное дерьмо. Ну, вдруг ты помнишь. Просто я точно уже не вспомню. Но был паблик, было просто сложно писать статьи, проще записать на видео. Я не помню, в чем было. слушай, не всегда, но допустим, да. Мулька была, но хотелось, я не помню. Хотелось поэкспериментировать, как с наркотиками. Да, при том, что тогда не было ни микрофонов, ни хрена. Конечно, это на гарнитуру все писалось, это досвидос просто колхоз был. На гарнитуру, да, от телефона было. В общем, есть до сих пор люди, которые считают, что тогда звук был лучше. Послушайте, кстати, второй, особенный. послушайте первый, второй, третий подкаст. В общем, я не знаю, романтическая это была история или не романтическая. Ну, вот какая была. Но, по крайней мере, правдивая. Если бы мы, с Вафой Абзи сели бы в бане, я, возможно, ему напридумывал такого, что мы перед этим льва закололи. Как, кто там, Зевс или кто пастил? Пастил разорвали, да. Геракл. Да, но сейчас что-то у меня нет сил на это художество. Как там новый макбук поживает? Следующая новость. В следующую пятницу, точнее в эту, на стриме, у нас спросите за донат. Мы будем посвежее, и мы прямо вам выдадим, как на духу, скорее всего. Проходя такси? Проходя такси. Там 100 пассажиров надо будет развести. Я считаю, там столько историй, можно будет рассказать. Прямо готовьтесь, готовьте истории и готовьте бабки. Погнали. Дальше про макбук. Тебя спрашивают, как новый макбук поживает? Тачбар все-таки прикольная, полезная штуковина или игрушка-погремушка? Не возникало ли еще желания забабахать приложение под это дело? Phil XXL спрашивает. Возможно, это Phil Schiller, а он XXL, скорее всего, судя по фигуре. Так что да. Возможно будет, видишь, он тем более нам пропихивает статьи про программирование под macOS. Все сходится. Возможно будет интересна статья How to use NS Touch Bar on macOS. Это, естественно, класс в Swift или в Object C. Блин, но что-то палится филуха-то палится. Вообще. По скрипту у меня не так много времени свободно для встречи с друзьями, чтобы пообщаться про всякие эти новости. Он, напоминаю, уже вместе с ADQ на Ferrari ездит, скорее всего. И поэтому вы являетесь хорошей, очень такой альтернативой для информационного и эмоционального насыщения. Yes. Нами насыщаются. Уже не могу. Я сразу представлю, что он как младенцев берет, горло перерезает и стволовые клетки из них выпивает. Вот мы для него эти младенцы. Спасибо за подкасты, парни от души. Пожалуйста, PhilXXL. Мы всегда рады вас порадовать. Прости за тавтологию. Как пожевать новый MacBook понятия не имеют. Не наш MacBook. Это мы... Оказался. Да, это для клиента MacBook, кроме шуток. Touch Bar скорее игрушка-погремушка. Ну, просто потому, что он действительно скорости не добавляет в слепости. То есть ты как бы тыкаешь в него, но ты не можешь быть уверенным, ткнул ты или нет. Вот когда в нем будет отпинывать тебе вверх, что ты нажал эту кнопочку. Ага. Ну, как это, кстати, трекпад, который MacBook'ный там, он на самом деле не жмется. Он тоже тебя отпинывает в пальцы. Примерно как седьмой iPhone это делает. Так. Что не может, в принципе, даже не удивлять. Это реально прикольно. И, ну, может быть, как бы и прикольная и полезная штуковина, но я предпочитаю, что все-таки игрушка-погремушка. Мы же, в конце концов, разработчики. То есть, ну, да, это здорово, это весело, но скорость нажатия функциональных клавиш и каких-то сочетаний этих клавиш, она поважнее будет. Хорошо. Тогда следующий вопрос тебе от alter-ego44. Обсудите темы конструктора для WordPress'а, типа Monstroid 2DV. Стоит ли покупать что с их производительностью и TD? Стоит покупать, если у тебя реально есть небольшой поток клиентов или большой поток клиентов, это еще лучше, потому что тогда они действительно упростят и ускорят тебе разработку типичных сайтов, типовых. А если для одного выкупить? Для одного это overkill, мне кажется, просто потому что сам конкретно Monstroid 2 понятия не имею, а DV я использовал, скатчу. Слушай, вообще же огромная хреновина, баянная. Это от Elegant Themes, большая тоже тема, она уже там какую редакцию хрен его знает пережила. И на самом деле она с точки зрения производительности не самая хорошая, то есть это мультикомбайн, который позволяет тебе мышкой накидать реально за час сайт. Так. Ну не сайт, конкретную страницу, то есть там на каждую страницу этот DV надо включать, так сказать. Для страницы можно включить Page Builder, и на нем уже весь каркас замутить. Там большое количество див-элементов, чтобы опять же, они же что хотят? Они хотят, чтобы DV максимально покупалось. Значит там поддерживается все еще там восьмое E, значит там на каждый Clearfix по два дива, по три. Ну я утрирую, конечно. Там мясо дупо. Но там действительно много элементов, чтобы это везде все работало. И производительность мягко говоря хромает, несмотря на то, что там уже есть лейзи лод и всякая эта хрень. Но все равно это вот монстр, это вот колосс. Монстроид. Да, это поэтому если нужно поставить что-то на поток и как бы за это тебе платят какие-то базовые бабки, я не знаю, я не буду называть каких-то конкретных цен, я не хочу просто, чтобы никто себя не чувствовал, в том числе я, неловко. Там какие-нибудь 59 баксов? Да нет, я имею в виду, сколько ты должен заряжать за сайты, чтобы не стрематься, просто клепать их на DV. Да это да, это зависит уже от всего. Это зависит от ситуации конкретной, да. Но в общем, понимаешь, если будут притязательные люди, которые хотят, чтобы у них по Google PageSpeed Insights было 100 из 100, не надо никаких таких тем покупать, говна пожрешь, лучше напиши им с нуля на каком-нибудь Advanced Custom Fields или другом плагине, или напрямую с опихой кастомных полей вордпрессовских. Что-то. Чем вот городить такой... Beaver Builder из PageBuilder в самый производительный. Просто тестировал, проверял. Продолжая тему WordPress, следующий Кирюха прокомментировал. Можете затронуть тему создания кастомных тем под WordPress? Даже без вопроса. Прям можете. Он верит в нас. Можете. Толковые туториалы, помимо официальной документации. Создание различных плагинов. Можем, Кирюха, обязательно затронем. Когда-нибудь будут выходить наконец-то ролики по WordPress. Отдельные видео, да. Это все на самом деле в планах. Наживное. Когда-нибудь это будет. Возможно, тогда, когда WordPress уже станет неактуальным. Кто его знает. Но мне почему-то хочется верить, что это всегда будет. Поэтому... Потому что... Да, на данный момент только платными консультациями занимаемся. Ну и не только консультациями, а просто обращаются. Надо вот тут то сделать, тут это. И делаем. Поэтому если нужно что-то прям вот сделать по WordPress, нужна какая-то WordPress-помощь квалифицированная вы всегда обращаетесь. Вы всегда можете на work.sobaka.ub.design.ru Хоть куда, хоть на ВК мы найдем где-нибудь. Это уже... Дело техники. Серьезные, да, вопросы, когда надо что-то за бабки сделать. Мы найдем, не волнуйтесь. А что касается бесплатного контента, планируется, можем затронуть толковые туториалы, создание различных плагинов. Бесплатный контент, но то он бесплатный, чтобы... Что его три года ждут, как обещанного. Мы не будем говорить конкретных планов по срокам, все равно все провалится, все будет не так, поэтому как будет, так будет. Держите карман шире в хорошем смысле этого выражения. Не в смысле... Давай, держи карман шире, Кирюха. А в нормальном смысле. Поэтому... Хотя сейчас ты очень классно сказал, мне показалось, что именно так. И у нас заключительная рубрика, неожиданная для нас, для всех. Это мы поздравляем с днем рождения. Представляешь, поздравляем с днем рождения Артема Сущих. У нас, да, у нас на самом деле сегодня два именинника. Первый из них это Артем Сущих, наш подписчик. И знаешь, что мы ему желаем? Как минимум, чтобы у него шишка нахухливалась. Как у нас сейчас, когда мы вспомнили про его имя и фамилию. Да, согласен. Потому что вот, Артем, всего тебе самого наилучшего. Привет из Челябинска. Побольше классного JavaScript кода. Будь молодцом. Не спагетти кода. Будь молодцом, да. Что бы у тебя на все времена навыки, как у 17-летнего программиста из нашего сегодняшнего выпуска. Да. Ну и второго, ну такая уже менее значимая фигура у Андрея Тарковского сегодня было бы 85. Согласен. Ну, как бы на фоне Артема Сущих меркнет. Не тот масштаб, но все равно. Так, ну и переходим к обойке, А будем ли мы говорить, что Андрей Тарковский, он артхаусный режиссер? Да, и мне интересно, даже у нас люди, которые нас слушают, они знают вообще, кто это? Просто вот напишите в комментариях от души, кто вот прям реально посмотрел что-то Сталкер, например. Или Андрея Рублева хотя бы. Или Андрея Рублева, Потому что я Андрея Рублева, я прям смотрел, это... Ну там охренеть. Это как вот смену на заводе отстоял. Настолько я морально был выжат после вот этого, это гениально, что говорить-то. Но и Сталкер тоже гениально. Солярис я не смотрел. А, чтобы ты понимал, умер-то он уже во Франции. Ну да. К сожалению. Но его там лечили досвидос, я думаю. А, ты думаешь в этом смысле? Да. Просто что, ему 54 было. Ну Саня, ты поснимай такое. Согласен, согласен. Здесь тяжело спорить, потому что поснимай такое. А вообще, вообще, будем ли мы говорить, что сегодня у нас трек-пасхалка? Не будем, пусть подумают. Тем более, что выпуск выйдет уже после того, как этот трек все послушают или не послушают. Вот. А мы перейдем к обойке, которая, кстати говоря, Russian чуваком где-то в Олгхон Айланд, где-то там сфоткан, сделано. Да, я не знаю, где это, гуглить мы не стали. У нас, как обычно, есть ссылка на обойку в описании. Да, на северах где-то это сделано, посмотрите, если вам интересно. Я думаю, что наш подкаст, да, это знаешь что? Ну-ка. Это вот эти вот хрени, которые преграждают путь нормальному росту льда. Он прям вот трескается об них, как это вот новости, которые трескаются просто об наш подкаст, как Титаник, просто ломаются нахрен. Мы как бы взбудораживаем вот этот тихий океан, который, казалось бы, должен просто гладью. Я думаю, это северный ледовитый. Да, гладью должен простираться. Нет, мы просто разрушаем все вот так вот просто нахрязь посреди ничего. Вот так вот, примерно с таким звуком. Да, аж христишь. Вообще, наши подписчики, это рыбы, которые как рыбы об лед бьются от наших подкастов и не могут никак вот выиграть что-нибудь, я не знаю, приз в лотерею. Бред просто уже несу. Короче говоря, подписывайтесь на канал, спасибо вам за прослушивание. Сколько у нас по времени это там? Немного. По прикольчику. 2.35, с учетом того, что там минуты две это мета-хрень. Короче, обычный наш хронометраж. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на нас в соцсетях, в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. И хочется что-то еще сказать. Всем удачного дня. uvdesign.ru slash donate еще хочется сказать. Поддерживайте. Поддерживайте наш проект. Но вообще мы все знаем. Спасибо всем, кто поддерживает. Всем, кто поддерживает. Там сегодня даже, я не знаю, будет желать человек остаться неизвестным. Нам сегодня по приколу кинули 404 рубля, потому что день... Сегодня день вебмастера. Всех причастных с праздником. Сегодня в день записи. Я думаю, у вас уже и не день вебмастера. В общем, всем спасибо, кто поддерживает. И на стримах, и здесь. В общем, классно. Да, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Увидимся в пятницу. Приходите на стрим. Всем, а в подкасте через неделю. Всем удачного дня. Пока. Пока.